сегодня у нас двадцать седьмое десятое 2018 года к нам приехал в гости тут любыми на его посетить нашу обитель муску еще с первого выходи упали что спряталось то я вот что смотрю открыл канал смотри посмотрят обидно тебе нет да видно 26 тысяч триста сорок семь и видео 12 тысяч девятьсот двадцать пять канал православного проповедника миссионер Игнатий Тихонович Латкин ну это кто-то писал кто соответствует когда я вернусь сейчас на этот тебе видно без очков то? да вот это что впереди написано? вот это опа подожди подожди это напрасно вот вот здесь вот двадцать шесть тысяч триста сорок семь подписчиков и двенадцать тысяч девятьсот двадцать пять видео это столько роликов я поняла Татьяна Кузьмина я залежусь минут на стол потому что вот я сейчас возвращаюсь тут тетлю выминаю приехал нас заснять посмотри у нас такожий день это начинается что Севастян считает златоуста с Богом тебе видно это? да вот что златоуста радуйтесь всегда в Господе второе это я начитывал еще в восьмидесятом году уже пошел пятый том и она златоуста он разбитый ну разные там маки ныне от несчастья ни зависть ни в тщеславие ничто другое подобное не владеет нами то есть это представь сколько восемьдесят двадцать тридцать восемь лет назад насчитан уже был в то время кроме этого ничего не было дальше проповеди тысяча триста проповедей они по одной помощники сделали и жития святых тысяча сто тридцать семь житий вот они выставляются большое довольно двадцать шесть минут дальше это сегодня утром выставил я ночью православная община вход в церковь истинное крещение сорок шесть минут дальше здесь отдельно выделенное крещение более обширный материал один час четыре минуты дальше идут занятия по изучению библии по скайпу ведет сергей один час тридцать шесть минут полтора часа и события на каждый день вчерашний день днем только выставил два записаны днем были и плюс один двенадцать ночью ты понимаешь какой огромный огромный материал вот они выступают допустим ну известный священник он за столом сидит выглажено все у него больше нету один два три семьсот роликов они беседуют по эфиру говорят не по эфиру там где то они сидит рядом с ним который помогает ему батюшка вот вопрос поступил и в это время звучит записанный где он за стенкой где то и он сидит сидит у него вот так вот сидит на кресле перед ним стоит вода обязательно вода и сидит хлюпает они не понимают что это абсолютно христианам не положено полчаса или сколько да меньше сидят и он без воды уже не может вот а как же ад на людях сидят и и хлюпают это абсолютно неприемлемо это никто не делали никогда то есть это разнеженное расхлюпанное никакое и он сидит у него крест он начинает говорить крест пополз вот сюда вот а почему он пополз он так руками подправляет опять отвечает сидит крест пополз туда почему вот так потому что им не стыдно перед народом выходить поэтому мы никому не можем подражать мы идем совершенно непроторенной тропой как вот мы все выставляем этого нигде в интернете нету ну у него бывает там он сидит там с девкой обнимается или что-то все на этом закончилось он выйти не может другой показывает отечественную войну мы показываем свое вот 12 тысяч 925 и у нас ни одного чужого нету а это означает что взятый курс на это поддерживается ну вот я сейчас коротко покажу я сейчас разговаривать будем но предварительно хочу показать наш сайт каждому православный библейский сайт во свете библии создан 21 января 2009 года вот он его адрес его электронный мой мир создан вот вот сайт сайт это там все 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 есть и я лично считаю это супер сайт и ему равных нету в сети а сеть это ну минимум 3 миллиарда людей которые там заходят дальше мой мир создан 28 января 21 тысяча наши фото и нынешний еще не брал а как то а так работал что снимал никита что там ангелина снимает это все у меня здесь потому что потеряевка нам есть что показать и поэтому вопросов нет православный форум вот он где создан 7 февраля 2010 года 1602 тема тема а что такое тема ну допустим тема патриархия это все от начала до конца это аудио видео материалы книги отдельно ты сказал Рождество я сейчас тут только Рождество все Рождестве проповеди Златоуста иконы тема потеряевка она переполнена просто там еще под отделы надо какие-то идти потом отдельно деревня потеряевка другое православное поселение это более растянуто и дальше православный видеоканал открытым оком открыт 21 декабря 2012 года и вот нынче будет 6 лет 21 декабря 12 тысяч 925 вот я сейчас и переправлю даже 925 925 5 ну и дальше есть страница Одноклассников ВКонтакте Фейсбуке у нас есть Твиттеры живом журнале и иное но я там не бываю ставят материалы и проще там модератор администрации наших ресурсов у нас как-то мы их здесь фотографировали 100 помогал раньше 12 человек кто-то оплачивает кто-то работает кто-то ставит кто-то выводит людей которые там где-то выставляют перекидывает мне потому что я туда не хожу здесь понятно что на такой работе нужно полная поддержка всех кто рядом и все волятся мы впервые натолкнулись на ваши ресурсы пишут и через это я-то думал даже ну просто так как друг батюшки Иван Суворов говорит ну а что вы выставляете там вот дорогу делали вот сейчас я поехал одному печку там прочистить дерьмой а люди находят это и мы увидели это не пузатые попы вы живете это ваша жизнь мы этим живем и людям это понятно и мы пришли на этого ресурсы я впервые увидел красоту православия сколько людей приходит мы даже знать не знаем знают другие вот смотри дальше маленько показать ты не торопишься? нет я специально приехал вот теперь я сейчас покажу здесь вот здесь могут открыть даже это у меня главная папка здесь называется покров здесь есть журнал такой не все знают что он есть покров покров вот московский патриархат студенческий журнал покров барнаульской духовной семинарии номер 9 2016 год страница 34 это мне оттуда прислали сепархии где митрополит я не знал ну журнал то это семинарский в начале 1990-х годов часть приходской общины переселилась в Мамоксеткарон поселок Потеряевку где основали новую приходскую общину во имя священномученика Анфима Некомедийского ну я тут с точки пишу это значит пропуск она большая статья сколько там было люди для нужд облагорожено 12 колодцев 3 пруда не 3 а 6 7 даже составер ПЦЗ Протерея Аким Лапкин являлся участником четвертого все зарубежного собора ПЦЗ проходившего в городе Сан-Франциско 7-14 мая 2006 года ставшим одним из решающих шагов куврачеванию разделения между двумя частями русской церкви в этом журнале Покров после подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри русской поместной православной церкви пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ не входя напрямую в подчинение Барнольской епархии то есть то в каком мы состоянии находимся в мировой практике даже не было никогда чтобы отказался и они выщеркнули нас почему здесь требуют сделать так что они до прихода они есть да знаем есть вы выщеркнете чтобы мы могли сказать что нету это политическая игра идет и мы две общины Барнольская и Потеряевская единственные не сегодня только а за всю мировую историю христианства чтобы ничем не повинны и вдруг архипастер сказал я вас знать не знаю этого не было даже один потерявшийся солдат или летчик там потребовал ввести войска в Югославию Америки а здесь общины которые с епископом а мы знать не знаем хотя они так не сказали но мы в списках у них не числимся дальше несмотря на то что время определяющее переходной период для российских общин РПЦЗ до 17-го 5-го 12-го истекло несмотря приходы в городе Барноль и силия Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриархи Кирилла приосветить РПЦЗ митрополита Илариона имея при этом полное общение с Алтайской митрополией мы его упоминаем когда патриархи когда они приезжают и читают сам митрополит читает он произносит имя Илариона Киркопрала а потом его упоминают и там все волосы которые поничь к нему относится Мамонтовский район Крестовозвиженской приход города Барнолу целая община потеряевки является уникальными и своеобразными приходскими общинами православными не как то члены общин придерживаются многих благочестивых традиций свойственных старобрядствам мужчины не бреют бород остригают волосы носят рубахи на выпуск с поясом женщинам также не носят полегающих и тесных одежд носят платки в общинах строго придерживаются древнерусский православной и бытовой уклад многих многих семей многодетов я когда он писал тогда там еще жили старость этих общин является родной брат протеерия и Акима Лапкина тут маленько не так я только здесь Лапкина Игнатий Тихшин известный православный миссионер объехавшись проповедями о православии более 500 городов в России в ближнем дальнем зарубежье более 600 не 500 я уж не трогаю миссионерская практика Лапкина вызывает разную реакцию помнишь разную и они пишут об этом однако можно уверенно утверждать я даже это выделил посмотри можно уверенно утверждать что благодаря его миссионерским апологетическим трудам православной вере пришли тысячи людей результат а почему а я Богу доверяюсь а для чего вы это выставляете я перед Богом здесь ночные дневные молитвы не меньше семи раз становиться на молитвы а что такое три святое царю небесное до очи нашей сто поклонов это один пройдет часа полтора опять на молитву и тогда разговор другой почему мне говорят а вы знали это что будет не знал я а как вы могли избрать такой путь не знаю вот на днях мы решили как-то ехали когда он где-то бельмесёв Василий который приезжает потеряет такое и я увидел красоту моста весь мост светится сделали так что борт я решил я говорю знаешь пока снег не выпал давай завтра я приеду заснимем и он приехал и мы тогда поехали и засняли ну и что особенного ничего особенного нет но люди увидели в какой красоте вы живете мы все снимаем и когда мы заходили во двор а Сергей говорит но сейчас существует так вот мы сейчас разговариваем и сейчас же снимают и сразу не как мы записываем а прямо прямая передача идет он на костре был когда у нас он берет хворо снесет а там люди во всей стране уже смотрят храм Христа Спасителя там круглосуточно мы можем сейчас я нажму и увидим что там делается прямая передача идет притом круглосуточно круглосуточно годами за год они ни одной минуты не пропустили если закрыто значит закрыто и мы когда в Москве были храм Христа Спасителя это центральный храм России мы пришли один снимает а мы идем мы подошли с одной стороны встали на колени помолились подняли руки поблагодарили Бога с другой стороны а мы знаем тут все у них осматриваются помолились а с той стороны не можем зайти там закрытый на замок почему не известно но нам надо с той стороны мы нажали кнопку выходит видимо из полиции человек кто такие в чем дело мы рано утром я говорю мы хотели помолиться там с той стороны дескать есть время молитесь нет мы издалека нам нельзя мы уезжаем сейчас в Европу мы очень далеко едем и нам надо помолиться помолиться о мире в стране о патриархии о президенте мы просто такую мировую молитву ну ни слова не говорят пошел видимо позвонил нам открыли и мы с той стороны зашли помолились и тогда вышли с четырех сторон зачем это нужно выставлять мне не надо думать я молился и результат такой который никто не ожидал вот это настоящие русские люди мусульманы сколько заходят и мы увидели что россия говорят такие злые друг против друга а вот посмотрите вот у Иоанна с этим с Виктором была свадьба сколько отзывов мусульмане да да этих людей мы готовы все отдать в хиджабе невеста мужчины с бородами и пьянки никакой нету не перекидываются там не ругаются и при этом непрерывно мусульмане чуть не на каждый ролик заходят мы привлекаем людей тем что у нас еще не сокрыто да может против вас может быть может быть но господь дал нашей жизни то событие которое оно идет я это не случайно это говорил прелюдия к этому теперь смотри и кто это пишет доктор богословия кандидат юридических наук профессор кафедры истории церкви черниговского православно-богословского института настоятель храма святого луки города норильска священник павел дышков это не наш текст я его не встречался с ним ничего нету это люди которые за нами глядят смотрят вот сказать 12 тысяч 925 роликов 925 даже почти ни у кого нету а почему здесь есть работа я был в армии у меня было МФ морфлот а сегодня у меня МФ молитва и форум понятно как и почему я доверяюсь Богу ну некотор начинает да ну да как ну значит они встречаемся это все и вот смотри ко мне кто-то сегодня уже вот я приехал а все знали я отвечал из Потеряевки что беседа будет только после 10 октября и сейчас они буквально в очередь становятся я из Польши там я с Аргентины один из Перу я вообще там мелочка с Австралии с Америки мы беседуем и выставляем проходит какое-то время каждый ролик начинается одинаково вы не против что у нас записываются выставляется в интернет да нет да а тут да я бы не хотел знаете как так хорошо подумайте до свидания больше не звоните сразу закрыл больше его нету заходят двое мужчины а можно потеряевку приехать а зачем я говорю у нас все записывается в интернет выставляется да я говорю да тогда не надо нет нет я это не надо а ко мне Сергей показывает ты не понял кто зашли это гомостексуалисты это два гея к вам зашли то есть видимо известные а я простофилип просто я не знаю зачем же они зашли сюда тут заходят настолько разные люди а я им сразу пишу вот так вот смотри так ответ быстрый вот смотри если видно сначала напишите внизу в скайпе смогу ли принять так как приходится часто отключаться на работу принять могу с четырех до шестнадцати по москве у нас все записывается и выставляется в интернет поэтому никаких тайн и ничего личного у нас и у меня обязательно должен быть глазок веб камеры вот она я сейчас если включаю мы начинаем она автоматически включается я здесь записываю устанавливаю аппаратуру а это контрольный они там меняют систему то другое приехал у меня программист сразу установили сами соединились сегодняшним дальше у вас и у меня обязательно должен быть глазок веб камеры если кому наши такие условия не подходят они таятся и боятся то просим таких нас не беспокоить не принимаем только напишите сразу кто вы имя фамилия место и чего хотели бы прошу не чаще чем один раз в день заходить на страницу скайпа вбрасывать материалы ну напечатанные раздаются звуки в виде квака не отвлекает от работы то есть он просит а я ему сразу раз и все вот у нас на этой неделе сколько человек было сейчас я гляну вот она это на каждую неделю у меня сейчас тут неделя сто семьдесят восьмая так занятия польша вот польша вот смотри маленько глянем потом дальше так у нас все записывается выставляется в интернет вы знаете знаю не против нет о чем против я слушаю вас говорите понятно я вас спрашиваю знаю и меня это знаешь то ну не против снова повторяю нет первый раз вот он начинает говорить чуть-чуть вот смотрите у меня там такой есть вопрос ну я как бы читаю библию там занимаюсь немножко и у меня есть такие ну как бы вопрос вот смотрите вопрос такой состоит о Пасхе нашей да это то которое выставляется будет на следующей неделе а сегодня еще поглянем немножко так что тут у меня на на кону занятия вот видишь замок это означает вот один человек второй этот откуда непонятно с Чехословакии что ли вот он под замком замки снимаю я закачиваю не я вот его включаю это уже все закачено только завтра утром я снять должен как как у вас дела да слава богу живы здоровы переехали уже в Барнауле да в Барнаул не надо говорить я сейчас подключу еще тут свет да что тут говорить как бы в принципе читаю посещаю все как бы приходит постепенно у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да нет без давайте вопросы какие у вас есть ну вопросы они все касаются то есть с ним отдельный разговор у него трудная обстановка он Библию обходит а так все понимает православие принимает но свое выдуманное и все время в командировке в Италии а там люди другие там католическая страна и он начинает наконец доходим до конца когда ничего и нету ты понял с чего начинать надо другой я вот так Христа люблю но людей я просто ненавижу ненавижу какие они подлые что делают меня обманывают он на работе он врач и мало ли такое вот выхожу бабенка какая-то вышла и значит начала говорить так я ее за шкирку не выкинул и он заходит все время уже принял крещение с полным погружением и говорит ну у меня вот такое состояние сейчас вот у меня никого не осталось кроме вас ни друзей никого видимо разведенные и и тоже в Италии в Италии а так то на Украине вот что мне делать я ничего не могу сделать тут просто меня аж ярость берет ну на работе ну обманывает людей болезнь совсем не так пишет он врач и врач он он мусульманин был а теперь у него все то сохранилось это ревность но он не знает как и у него даже руки дрожат до того как его свергнуть другой хорошо что ты бороду отпустил ну я в один раз хрятнул тут и говорит сразу больше не подойдет спрашивать городу то другое был так то теперь имя ему другое дали и говорит вот когда считаю Библию знаете меня до того даже отвращение какое то вот что такое я говорю беснование беснование имеет очень много признаков а есть явно видно это беснование я могу сейчас показать переписку вот сейчас сохраняется у меня все копируется и все сохраняется вот я сказал а то сейчас я его удалю как бы так там другая женщина зайдет вот посмотри это кажется невозможно даже это называется до бабки каждый день я начал с января восемнадцатого года каждый день что это как листик сейчас мы посмотрим вот она видно что мелькает цифры вот вот бегут это в течение года кто что писал что я пишу все здесь и за каждый год у меня тогда были вот семьдесят семь томов это называется пистолярное наследие письма а теперь вот такое вот а нужно ли это нужно люди спрашивают а когда было а как было а потом вся переписка публикуется и опять говорю о переписке и опять говорю о публикациях и не просто так я пишу моя переписка с мусульманкой она жена мулы это священника какие они образованные наконец мы с ней встретились у него дома были она на четырех языках разговаривает он на шести мусульмане мусульман у нее библия лежит все вот и поняла какое восхищение у нее мы с ней ходили в храмы в мечеть никто не встретится она нет я никто скажу не поверит мой учитель мой отец приехал и опять а сама преподаватель два университета за плечами она все как будто забыла бог сродняет вот переписка с кем переписывались тоже потом отдельный ролик я на него указываю и она не ролик в форуме на форуме там считать надо и вот здесь смотри ну это я уже долго ждать я сейчас его туда протяну и увижу так 2882 страницы текста ну теперь скажи у кого такое есть а вам это надо а я это знаю и вот мы с Сергеем здесь остановились и он говорит надо сделать передачу онлайн называется как вот мы ведем занятия и чтобы сразу шло я говорю ну и что ну у вас вот такой сильная аппаратура я говорю это нельзя через меня делать а почему я не знаю но аппаратура сломается у меня и второе у меня много людей приходит и попадает как раз на занятия нет я не знаю ничего отвечаю я отвечаю и тут же перекачали мы все это вот здесь во дворе записано с Сергеем Пупковым а Володя снимает и сразу пошли ответы а те кто понимает а подбивает меня Виталий Калиников это все здесь как раз и есть уже выставлено вот я сказал что-то где-то да сейчас я только включу снова покажу так 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 православное что же там есть такое но каменистая последствия так вчера выставил я мужчину одного я нашел из тысячи а женщин не одной экклесиаст так такое как же это называется это у нас занятия похороны пение уборка сейчас где-то здесь вот рядом прямо есть Володя на работу уходит с молитвой 4818 просмотров за три дня так ага утреннее рассуждение о пользе или как сделать прямую трансляцию по изучению вот она нашел вот мы стоим во дворе вот когда мы занятия ведем по скайпу так кто-то может присоединиться в скайпе а кто-то у кого скайпа нет или там я не знаю может в прямом эфире эту видеозапись смотреть в реальном времени ну так он делал это на костре у нас там когда был да это называется прямая трансляция так он и называл вот и он попросил меня поговорить с вами чтобы вы благословили вести прямые трансляции вот этих вот наших занятий которые я мы с вами ведем а зачем она так просит он делал бы и все причем тут я мы же все выставляем чтобы успешно было да благословите его господь благослови виталия господи и поездку его в испанию и чтобы рассчитался с долгами ему предложили там испании знакомые которые мне помогали вызывают на работу но там он заработает если он пробудет года два а у него 200 300 300 тысяч 300 тысяч долг за элементы он не смотря какая работа но какая бы ни была там евро а каждое евро одно 70 рублей Игнать Тихонович даже одно евро не дадут за то что Виталия пришел на работу и ушел и ушел прийти и работать а тут он пришел и батюшки я пришел проведать а он на сеновал залез и днем вот и все он знает чтобы не подвести дальше говорим Виталий а тут Виталий на проводе оказывается смотри интересно с элементами я не знаю зачем это он смотрите он сегодня здесь я ничего не знаю заметьте как Господь позволяет отвечать я не знаю это неожиданно было неподготовленное мы только приехали сумерки еще все сняли мост и холмы как храмы стоят все это в сумерках очень интересный ролик теперь слушай внимательно это прелюдия к нашему разговору здесь завтра в Испании там неизвестно что вам нужно со своего компьютера вести трансляцию он он готов научить по телефону подскажешь что и как а почему с меня не с тебя ты на меня смотри на лицо первый вопрос я настолько растерялся что даже только я знаю что нельзя ого а даже ничего не отвечаю ого куда разговор-то повернул то для меня это неожиданность но сбить он на меня с панталыху не смог теперь с Сергеем а сейчас Виталия подсоединяет уже втроем будем разговаривать вот наблюдаю а потом люди будут говорить вы же говорите что ничего не понимаете как вы определили что вас тут яма ждет я говорю понятия не имею но я поехал молился у меня все решает молитва а молитвы нет это пустой звук вот слушай даже это не подготовленная это не сцена какая-то своего рода онлайн меня не надо трогать я запутаю я вообще не касаюсь меня отбили от этого когда-то я занимался специально изучал отбили сказали не трожки без нас сделаем у вас интернет лучше чем у меня в разы почему у меня телефоны идет у меня не это не как в городе там какое там я не знаю как называют у них там кабельная кабельная у меня этого нету и по этому с телефоном у меня кричит глян я не загружаю сейчас с телевизием загружаю а 1 ролик всю ночь загружаю а сколько за месяц платите за интернет а я не плачу сколько скорость Я не плачу. У меня благодетель... Благодетель сколько платит? Я примерно так думаю, как раньше было, но не больше 500 было за месяц. А у меня 250, и скорость... Ну понятно. Но в Барнавульске-то кто-то есть еще? Или кому-то не в Барнавуле? Почему вы не хотите-то... Не хочу, потому что я испорчу все. Я выступаю, говорю, отвечаю на вопросы, и на меня никак нельзя это. Тем более у меня есть вещи, которые я... Я боюсь просто, что-то у меня сломается. Мне никак нельзя. Идут записи, идут в скайпе, а это все-таки влияет на... То есть я говорю так, не попадать, за счет зацепиться-то нельзя. Но что твердо нельзя, они сейчас меня вдвоем будут ломать. Вот смотри, это без подготовки. А потом уже из интернета, издалека, из Москвы, большие специалисты говорили, не понимаете. А как вы определили? Вы знаете, что за этим стоит? И мне новое открывают. Что эти передачи слушают там, кому интернет принадлежит-то. И они, не зная, еще конца могут вас рубить. Потому что вы в конце можете против власти пойти. Такой-то ролик они осмотрят, говорил я или не говорил против евреев. Там ясно кому-то... Я поняла. Ты запоняла? Я поняла. К слову сказать, попутно, маленький виде рассказа такое. Я не люблю слово-анекдот. Сидят там японец, русский, еврей, азербайджанец. И все говорят, как повезло мне, я несказанно разбогател миллиардером. Миллиардеры сидят одни. А деньги не знаю, куда девать. Один говорит, а ты не думал, там нефтяные компании в такой стране-то. Наверное, туда я вложу. Так, а другой говорит, еще что-то где-то. Да, наверное, так. Сталилитейную промышленность надо подбирать. Туда я вложу деньги. Чубайс там говорит, а я электроэнергию подберу. И каждый месяц буду повышать цены. И будут платить. И он, Чубайс, выступает и говорит, не знаем, куда деньги девать-то. Еще бы. А еврей сидит, пьет чай. А они говорят ему, а ты-то что не похвалишься, нет? Миллиардер там. А я не собираюсь это продавать, что вы покупать хотите. То есть он уже давно все подобрал. Ну, это не в ущерб кому-то, но это действительно соответствует. Вот это здесь, слушай. Аппаратуру. Я не понимаю в этом деле, но я всегда опасаюсь. Я опасаюсь не зря. Это мне программисты говорят. Вот пришел программист, потом наш верующий. И мне нужно было разбивку делать там по симфонии. Он снимает крышку и туда везет. Я говорю, не надо трогать, не надо. Ничего не надо. Да ничего это. А он программист. Раз, шик. Все. На неделю у меня нету. Сгорело. Притом это было уже не один раз. Сейчас Калинникову позвоню. Давай. Сейчас Виталия подсоединяет. С россияни против. Да благословит Господь, но делать не буду. Каминь не снижайтесь даже. У нас первый снег уже здесь выпал. Понимаешь, вот у меня там что-то с Мадемом не ладно было. Полтора дня. Представь, люди отовсюду, отовсюду, с Америки, 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 с Америки. С Швеции, Германии. Почему нет у вас? Где? Что случилось? Мадам я тянет. Там тарелка. И тут мне сразу срочно купили, прислали. Прямо в этот день. Америки, брат. Мы сейчас разговаривали по поводу твоего предложения, прямой трансляции занятий наших в скайпе с Игнаем Тихоновичем. Он говорит, я не против, но делать это не буду, потому что я боюсь. Портит аппаратуру и меня вышибет оттуда. Вот он рядом со мной на громкой связи. Это же может делать любой из нас. Пусть поищет. Я буду делать это в констатке, я вообще устрою, что в констатке что-то заставили. С Сутармина, Валерия, там подсоедини. Слушай, у вас много подписчиков, вот в чем фишка. Много людей бы увидели. Да, много подписчиков, 26 тысяч. А это прямая трансляция с Ютуба? У меня 25 миллионов просмотров. Миллионов просмотров. Вот видите, почему именно, Игнать, что вы, у вас больше людей подписчиков. Все равно, ребята, подумайте, поищите, пусть будет меньше, но меня не трожьте. Я опрокинутый буду сразу. Представь, у меня что-то где-то не заладилось, а у меня каждый день скайп-беседы, приходят люди. Вот сегодня я выставил за ночь 13, вчера 10. Не меньше 10 роликов каждый день выставляются. Подумайте сами. И меня вышибло, все. А это, Виталь, прямая трансляция наших занятий. Ты про Ютуб имел в виду или про ВКонтакте? Ютуб, да? А про ВКонтакте я разговаривать не буду. Еще в Фейсбук назовите. Заходить не хочу. Ну, короче, так, заканчивается тем, что я отказываюсь. Они еще не понимают, что. Такой богатый ресурс понимают люди, которые нам незнакомые. Это католическая семья в Испании. И они говорят, сейчас, ну, вот Украина, мой мир отрубили, и все, они махом, нельзя, связи нет. Если, ну, государство, политическая основа какая-то, нужно делать ее. Я этого ничего не знал. Вот заметь, вот то, что они говорят, я не знал. Ну, когда начинал, я вот первый раз во свете Библии православный библейский сайт, а это теперь уже получается 8 лет, 8 лет назад, я говорил, заметь, сразу же сказал, вот пункт седьмой. Мы нуждаемся в создании новых сайтов на разных серверах в Астралии, в Европе, в странах Латинской Америки, в странах Азии, в Канаде. Так вы же ничего не знали. Не знаю, а передо мной как, картина такая. Первый день, это 8 лет назад. А как вы? Никак повторяю, я ничего не понимаю. Я просто стою на молитве, молюсь, и кончил молитв, и у меня мысль. Эту мысль я проверяю по слову Божьей. Моя мысль такая, прямо дело тут. Когда начали нападать, чтобы в лагере разрушить-то прокурор, я говорил, увидел, как эта змея-то заползла на ноги-то. Я проснулся, она открыла одеяло, она лежит у меня, потеряю. Не помнишь? Во сне лежу, и вдруг так глаза, как бы, открыл уже, и чувствую, что змея в ногах под одеялом-то откуда? Я подумал, ужи бывают. А ядовитых-то змеи вроде нет. Я потихоньку одеяло открываю фонариком, и гляжу, она прямо на ногах лежит, черная змея у меня. Ну, это как сон? Ну, нынче, это не сон, а-то нынче. В яве. Я-то уже проснулся, я не успел подумать, кошка-то должна была слышать, как она ползет-то. Кошка-то у меня там хорошая. Ладно, я потихоньку одел до конца свет, включил плотную к ней. А гляжу это, у меня где-то он здесь лежит, большой длинный шнурок от ботинок. Он что, такой толстый, что змеей вам показался? Во сне, во сне я увидел змею, проснулся, открыл одеяло, уже наиву, и вижу. Ну, я тут еще шнурок взял, она лежит, свернулась так. Откуда шнурок, у меня его не было такого шнурка. Вот надо же, и под одеяло, тем более я же... Ну, нет, я потихоньки-то не ношу, потом такой жирный. Ладно, я встал на молитву. Встал молиться, и, Господи, защити нас от этого человека, который нападает. Он прокурор, и, мало ли еще, суды на его стороне, и все остальное. Мало ли еще, ночью пришлет бульдозера и набезобразничает. Я консультирую со своим юристом, Севастьяном, там еще, и в какое время могут, вот какая власть у него, а еще ничего не было-то. И на молитве у меня как выстречено, подай на него в суд. На прокурора, в суд, я... Что это такое? Ну, я не очень-то это сначала. Потом встал молиться, молитвы нет никакой. Одна молитва просто сущит, подай на него в суд. Я тогда поблагодарил, Господи, прости, если не от тебя, может, меня лукавый тут соблазняет. Встал на молитву, повторно нет, ничего нету, подай на него в суд. Вот я тогда поехал советоваться с барабашом и с батюшкой. Я не решаюсь один. Обольщение какое-то может быть. И в интернет сразу заказал. Оттуда, говорят, оригинально. Значит, отвлечь внимание, чтобы они почувствовали, что вы, говорится, не кверх ногами лежите. Ну, я посоветовался, батюшка, что попало? Ну, батюшке, что, ему тихо, жена, покой нужен. А Лена, и эти все говорят, ну, так надо узнать, как это делается. То есть совершенно нормально восприняли. А гляжу, батюшка садится в машину, они что-то поехали. Он поехал с ними-то. Ну, я сразу дальше. А он почему прокурор наседает на предательстве Совета? Ты не соответствуешь вроде своей должности. Тебе сколько раз говорили разломать и убрать. Ну, а я с ней встретился, а она, говорит, я этого никогда делать не буду. Она же приезжала потом сюда. Даже у голубей моих залезла. Ее Людмила Алексеевна, кажется, звать, Трушакова. Вот. Я у нее на дому был, она мне понравилась. И, видимо, что и я ей маленько показался. Да, я ей подарил там кое-что книги. Но это не взятка книги. Да и за что взятку-то ей давать? Я вижу, интересуется. Она, говорит, меня бабушка привучила к этому. Для меня ей добро делать, а не ломать. Ну, и ладно. И дальше-то суд, и меня сразу сказали, суд не примет. Он найдет причину. У меня нет высшего юридического образования. А при чем тут образование-то? Да я за пять дней-то не могу его закончить. Пять курсов института. Ну, и дальше. Дальше я, конечно, к Сяропиме. Заехал сразу к Неониле. Это мои друзья молиться на молитву. Когда раньше было, я к маме приходил, на колени встану. Мама руки положит на голову. Поезжай, сынок. Тоже прокурор ездил. Ну, когда на нас в дружине нападал этот, и все это разгладилось. Никого нигде нет. Место чистое. И вот здесь, эта же самая история. Я не понимаю. Да мне это не надо. Одна же, а я занимаюсь по интернету. Тут все это. Книги купил. Пишу. Составляю схему. Там, уже там, монтировать. И в это время, приходят наши двое. И говорят. Люди, которые между нами хорошие отношения. Мы пришли сказать вам. Вы неправильно делаете. Я говорю, я это жду, кто скажет мне это. А в чем моя неправда? Не неправда, а неправильно. Вы всю работу берете на себя. Почему вы нам не даете работу? У вас не будет. Ведь все остановится. Мы же должны заранее привыкать. А вы по чем говорите? По интернету. Вы все уже делаете сами. Потому что я учусь. И у меня такие программисты. Не один, а трое. И один живет вот здесь у меня. Тут у меня каждый день. При этом верстку книг, фотошоп с 8-го тома. А их 33 я делал сам уже. Сам. Без всякого совета. Именно так. Я говорю, вот это я и ждал от вас. Поблагодарил и закрыл все свои лавочки. Конспекты, положил и отошел. Теперь самое простое. Я ничего сам не делаю. И вот тут сразу пошли ответы. Я могу их показать. Как вы могли узнать, что вам нельзя? Стали приоткрывать передо мной причину, отношение какое. У людей недоверие, которые владеют Ютубом. Потому что много пакостей. Неизвестно, чем он кончит, говорит. А он начинает так. Брать за оружие Путина свергать надо. И захлопнулось. А уже там приняли везде. Поэтому они даже не дослушивают. Маленько видят, куда клонятся. Сразу отрубают. И тебя на заметку. Почему экстремистский материал. И их судить не надо за это. Они на страже стоят. И благодарение Богу смуты-то нет нигде. Мы живем нормально. Я тебе это все вступление говорю. Я поняла. Поняла. Почему? Я верю в это. Что МФ у меня работает. Вот я каждый день, начиная с утра, чтобы не ошибиться. Вот они палочки стоят. Количество, когда был на молитву. Раз семь, значит, считается до семи. А бывает до восемнадцати в день раз становлюсь. А зачем это говорить? А то на улице ждут счастья. Я не жду счастья толчок людей побуждаю. Прошлое занятие, не занятие, а собрание было. Вот воскресенье. Я говорю, поднимите руки пенсионеры. Сколько там? Двенадцать человек. Чем занимаетесь? Понимаете, пенсионеры, они так надоедают дома. Вот Иван этот, Суворов и говорит. Кажется, он и говорил. Молодые исповедователи пришли. Они говорят, батюшка, благослови нас отравить бабушку нашу. Житья никакого нету. Лежит там, гниет и не умирает. И помочь уйти, автоназия. Вот так. Ну, у кого лишнее время? Нет. Призываю. Псалом 118 и 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя, Господи, за суды правды твоей. За суды? Не за то, что ты мне дал, услышал, хорошо у меня в огороде выросло. А за суды? За Майдан? Бог судит как? Ну, кто? Я уже сколько раз говорил, ни одного нету. Почему я должен все? Я-я-то понимаю, у меня уходит, если до пяти часов я должен закончить. Шести занятия. Дальше идут разговоры. Все остальное, что здесь назначено работать, это никуда не денется. Вот у нас этот лагерный пруд, где Камагориха называем. И там спустишься, как виск. У меня там место, где молиться. Пришли в сады за малиной, у меня специальный кузыкуток. Первым делом помолиться. Так же самое. Куда мы не по голубям полезли, у меня там висит, у голубей на чердаке висит щетки. Сразу пришел помолиться. Если я долго не был, я у голубей говорю, простите меня, давно я у вас тут не молился-то. Я с ними разговариваю, как с живыми людьми. Понятно? И я просто хвалюсь Господом, это не мое, это благодать Божия. И что делать, что выставлять, иногда я, вот что записано, ну видишь, я всех спрашиваю, людей. А когда наяву, то еще тут спрашивать. У меня дома, тут я хозяин, я никого не спрашиваю. Приезжает полиция, у меня ролики стоят. А что вы снимаете? А начальник уголовного розыска Мамонтова. Ах, а там наша история. Ну и все. Что-то начал говорить, я говорю, а вы знаете, что если вы запрещаете, то это плохо. А почему? А я ему называю. 330-я уголовная статья на вас уже наехала. Вот я сейчас покажу. Так. Запрещена фото и видосъемка, где 5 мест, там уже нельзя снимать, закрытых заседаний Государственной Думы. Они объявляют, все где у нас закрыто, ну закрытое партийное собрание, раньше было же так, никто не может присутствовать. Заседание Думы, там снимать нельзя, никто. А так обычно, как там драка у них идет, там бабенку какую-то, Жириновский заволосы таскают, это все там есть. И даже сквернословие, там все есть. Дальше, военных кораблей, с бортов иностранных военных кораблей. Не мне, а зашел тот военный корабль, допустим, американский. Наши военные корабли, чтобы нельзя снимать, запрет. Дальше, на территории федеральной таможенной службы. Территория, вот как я только туда зашел, и дальше проверка, где люди ждут, это территория. Здесь я еще не заехал, русская территория, а там украинская. Только зашел, уже никак. А нельзя, никак нельзя. Дальше. В помещениях топлива и энергетики Российской Федерации. Это четыре. Даже четыре места. Во всех остальных, ну, топливо и энергетики, это в помещениях их. Но это за два взял, топливо и энергетики. Пять. Государственные думы, военных кораблей. Два. Таможенные службы. Три. В помещениях. Три, четыре, пять. Все. Во всех остальных случаях требования полиции о запрете съемки незаконные. Я даже выделить могу. И квалифицируется как самоуправство. Это нарушение квалифицируется по статье 330 Уголовного Кодекса Российской Федерации и статье 19.1 Гражданского Кодекса. Они повернулись и ушли. А? Они повернулись и ушли. Все. Больше никак. Интересно, я снимаю, заходим, Игорь снимает барабаш в прокуратуре. Ни слова не говорят. Оказывается, прокурор зашел, а мы все стоим тут же рядом и в кабинете снимаем. Нигде. А зашли в администрацию, и там что-то она... А что вы снимаете? Я говорю, документы сдаю, чтобы было видно, что потом назад-то никак. Игорь, если бы тогда заснял за гречку-то, все, вопрос бы судья решил. Он говорит, а на бумажке я просто так никакой гречки не брал. А тут... Это очень много важно. Я приходил и, говорю, не раз снимал у него. Он его сейчас опять ему не отдает там. А почему? Тот думал взять, а тот ему должен другой. Тебе не надо Думгин, вот был здесь, не надо считать. Тебе надо с ним только дело иметь. А вот где приезжала женщина, я хотел снимать и спросил тебя, как у тебя снимать. Да нет, она так. А я говорю, что? Честно рассчитала, все по-хорошему. А там не засняли, не засняли, все, они еще суд, едут и... Значит, это большое дело. Вывод. Полиция не знает законодательства, либо сознательно его нарушает. Кавычки, это гриво-связательный знак. То есть, я знаю, где и как снимать. И вот, когда были полиции, то отзывы какие. Да не как, когда задержали вора, а приехала полиция. А вы что нас снимаете-то? А почему не снимать-то? Наши территории. Я ему статью назвал и сразу... И в этой администрации мамонтовской. Они позвали сторожа, охранника там. Он подошел, я им статьи выложил сразу. И они еще нет. А дальше мы все сняли, вышли и выставили в интернет. Так, теперь слушаю. Приехала. Ты знала, дала бы эту неделю, как я тебе молился. Ты мне спать не давала. Я и сама не сплю, поэтому и приехала. Как я молился, чтобы батюшка вчера звонит. Да что такое? Я ему объясняю, как и что. А у тебя есть этот ролик где-то? Я его уничтожил. Но в архиве он всегда есть. Архив к интернету не относится. Это мой. Мой, он хранится в другом месте, не здесь. Так, прослушать я хотел, да. Против вашего величия я, конечно, никто. Ну, за счет какой величия? Вот. Ваши знания, ваш ум, все это я ценю и уважаю. Ну, понимаете, вот пришла женщина, 92 года. Пришла на ночь, ей надо молиться дома в это время. А она пришла о сыне заботиться, которому жизнь испортила 70 лет назад. А теперь она болеет за него. Теперь ей надо его как-то это самое сохранить, сберечь, к Богу привести. Да. Вот. А то, что она раньше меня сватала за своего сына, она вам почему не сказала? Ничего не знаю. Почему не сказала? А откуда она сказала? Теперь. Вы говорили, я молчала. Нет, я просто, ты у меня спрашиваешь вопрос. Теперь. Когда она пришла и начала вот на меня все это говорить. Я вот, вернее, нет. Когда я с вами начала говорить, помните, как вы говорите? Это уже беснование началось, правильно? Меня трясло, я не могла все это остановить. А почему? А потому что мы с этой бабушкой, милой Серафимой, уже 7 лет вот так вот живем. И батюшка ничего не может сделать. Он уже говорит, Люба, ну ты как-то уступи. Я говорю, я согласна. Мы примиряемся, когда на предчастие идем. Вот тогда. Прости ради Христа. Она первая подойдет. Прости. А какое-то прощение, если через неделю, через две она найдет причину, чтобы мы снова разругались. Она найдет ее. И я когда стала старшей сестрой в храме, все вот это, стирка, облачение, погладить. Постелить. Это все на моих плечах. Сколько она. Вот это не так, это не так, это не так. Я купила чайник, купила ведра, купила какие-то там чашку, чтобы ей там помыть эти вот приборы для причастия. Купила ковшик, чтобы вот святую воду нам ничем попало черпать. Ну то есть вот, ну, а ей все это не так. Ей все. Вот ты должна ходить в специальной форме. Вот ты то, ты сё. Короче, дошло до того, она приходит ко мне, вот мы сколько уже, 17 лет знаем друг друга. Больше даже. Это я в Потеряевке 17 живу. А жили же еще и в Корчино. Она приходит и начинает мне, она ни разу за это время не пришла и не сказала, Люба, я плохо слышу, я плохо вижу, давай почитаем Библию, давай канончик прочитаем, Акафис. Ни разу, Игнат Тихонович, этого не было. Но она заходит только через порог и начинает. Вот ты то не так делаешь, вот ты не то, вот ты не так молишься, вот в храме Витя руку до плеча не доносит, вот Володя то же самое. Это мне надо? Это духовный человек ко мне пришел в гости. Она у меня, комнатка сами знаете какая, в углу у меня иконок, истаз, а тут шкафчик такой, как бы пенал, вот. И рядом столик, где у меня компьютер стоит, ты не имеешь права его держать, я говорю, я куда его дену, у меня места больше нету. Ты его вынеси в кухню, там кухонка вы видели, в два квадратных метра. И вот она везде этот нос и сует, и сует, и сует, и все, она не так, и все. И в Тихий у Леши. Ему, ну вот второй год начался, он начал ходить. Приходим на службу в храм. Родители ему одевают такие шитые, теплые валеночки. Они мягкие, он не падает, ходит тихо, его не слышно, как он ходит. Нет, она Лии высказала, это мерзость, что он ходит по храму. Вот этот вот ребенок, это мерзость. Та пришла к родителям, к отцу, ну, к свекру со свекровью. Кровью плачет она, этот, Володя, он ее не мог успокоить. Она говорит, ну как же это так, мои дети, мерзость. А этот, и в Тихий, о, этот, Варлам, Назарь, вы же сами свидетели. Они стоят как солдатики. Никому не надо замечания им делать, и родителей рядом нету. Они сами по себе, они друг за другом следят. Сейчас уже этот постарший мальчик, уже его тоже посадил, все, он уже знает, что ему нельзя, где попало ходить. И когда у нас вот эти вот начались недоразумения, батюшка после службы вышел и сказал, оставьте в покое и в Тихие. Даже если он ко мне в алтарь пойдет, пусть идет. Но она, она же, знаете, она вышла и ушла. Она этого не слышала. И я батюшке говорю, это надо было не нам говорить. А он говорит, а я для всех сказал. Я говорю, кому это надо было услышать, она уже ушла. И она вот весной опять что-то там, этот же и в Тихие, она приходит ко мне и опять там что-то. Она только через порог, а я говорю, баба Серафима, давай так. Вот по сути, но никакие твои наставления, мне это ничего не надо. Не надо, говорю. А она, ну вот знаешь, вот и в Тихие. Я куртку взяла и ушла из дома. Я не стала с ней разговаривать. Я не знаю уже, как с ней вот это быть. И вот поэтому, когда вот она еще и выставила меня, вот она прелюбодейничает, они с Володей поехали. И как она была в шоке, когда она узнала, что мы, оказывается, не вдвоем ездили. А ездили втроем. Валя еще в машине сидела. И если бы вы немножко подождали, то вы бы увидели, а мы ее ждали минут 10. Она задержалась дома. И все, и вот этого бы ролика не было. А как тут? Вот я пришла, она вот такая, насекая, да сколько? Вот меня и трясло. Меня и трясло. И я говорю, духовная женщина, да, ты заботишься о сыне. Ну ты и сиди, и молись. Он приехал трезвый, почему-то из гостей. Он приехал чистый. И когда еще тут узнала, что и Валя была, то тут все. Как тут подумаешь о плохом? Вот и все, Игнат Игнатьевич. Так что прежде чем поверить бабе Серафиме, надо было еще и меня тоже спросить. Почему? И она мне вчера приходила. Она теперь у меня уже дважды приходила, просила прощения. На коленях стоит, плачет, обливается слезами. Я этого не говорила. Я не говорила. Я ему говорила, пусть он сходит, тебя облечит. Я говорю, правильно, в ролике, говорю, раз пять, как минимум это сказано, что ты ее облечи, ты ее облечи. Я говорю, ну у нас были встречи, он приходил, будку для собаки городил, утеплял. Ни слова не сказал. Приходил, собаку эту прицепил. Опять все по-хорошему, все, он ушел. Я даже, у меня и в уме не было, что обо мне где-то уже весь мир смотрит. И вдруг говорю, вот такое вот. Я говорю, я даже их провожала, когда они уезжали в Барнаул. Опять у нас, если бы, что он бы мог мне это все сказать, как-то, ну так или не так. Ты все выскажешь, чтобы я тогда мог разобраться. Я ушел, Инатий Инатий, я ушел. Записывай. Ну, давайте, ответьте, а потом продолжим. По порядку. То, что она говорила, я наполовину, может, слышал или не слышал. Это первое. А так и сказали. Вот так. Ну, что сделаешь? Я вот так вот сижу, держу вот в руке аппарат, у меня вот так вот держится-то. А левая рука здесь. Я только время, все время смешу, потому что нужно, чтобы он попадал. А дальше отойти, я вот так вот руку отношу. И вот так, иначе она не помещается в экран. И что она говорит? Я не знаю. Ну, а что, я понял только одно, что она заботится, чтобы Володя не попал в плохую компанию. И там где-то женщина что-то. А что, а тебе там плохо? И у меня никакого даже мысли, что о тебе плохо. Да как можно плохо? Что плохо? Я вообще не знаю. И даже понятия никакого не было, что тебя, как назвала себя, там говорят, я заново тогда прослушал. Здесь уже, здесь меня слышно. Не называла она так. Она подозрение не только говорит, что вот одна женщина, одна там ехала, то другое. Вот это я прослушал, здесь уже прослушал. Дальше. Что в этом какой-то вред кому-то. Я только смотрю, как Ян Златоус говорит. Если тебя кто-то обличил или сказал и предохранил от какого-то нехорошего поступка, будь благодарен Богу. А если сказали неправильно, ошибся, за намерение поцелуй его. Тоже правильно. Тоже. Ну Ян Златоус сказал-то. Я тут посмотрел, такого ничего нет. Что же там такое есть? То есть угроза такой на меня есть, юристом там уже. Ну только молиться. Я все оставил и через три минуты уже ничего не было. Я все спихнул из интернета. Ничего нету. Ничего нету. Я понял, что у рожденного свыше такой реакции не может быть. Потому что когда имя ваше понесут как неугодное на горной проповедь, радуйтесь и веселитесь. То есть вы награду сбросили с себя. Я так понял. Я стал молиться. Господи, устрой как угодно тебе. Я начинаю молиться. Ты у меня на первое место вышла по молитве. То обычно, когда потеряюсь, когда идет очередь, молюсь. А тут буквально сразу уйтишь. Да я это почувствовала. Уйтишь. Почувствовала. Почувствовала. Утишь ее, Господи. У нас такие хорошие отношения. Столько лет мы дружим. Спешим на помощь друг другу. Ну как же так? Это можно было понять-то. Ведь ничего не было. Не было. Я кричу, не было. А до этого Валя позвонила. Я ей говорю, ну а вы сами-то хоть слушали или еще-то? Батюшка вчера. А как прослушать? Я говорю, убрал. Лучше никак нельзя. Ну в архив надо мне, говорится, ехать теперь, узнавать и проще. Нужно сказать архив. Открыть далеко и смаленько. Эти в Испании понимают лучше нас. И говорит, вам нужно сохранять. Потому что ресурсы ломают. Убивают все это дело. И она присылает тысячу евро. По нашему 70 тысяч рублей. Вкладывайте, покупайте, что нужно. И все сюда пересылайте. И мы все здесь, отдельный канал все это ведет. Это ты понимаешь, какие люди. Вот у меня форум. А это форум, только сайт. Сайт. Вот я сайт сейчас покажу. Так, минуточку. Вот он сайт. Вот он как раз и есть. Православный библейский сайт. 4124 ответа я даю. Первое, Бесы. Второе, Библия. Ну допустим, что такое грех. Что такое деньги. Тринадцатый пункт. Дальше дети, евреи, ереси, сети. Ну допустим, что тебя интересует. Какой пункт. Пример назови. Монашество, мощи, мусульманство, обращение ко Христу, община, объединение, патриархия, пища. 55 папок. Назови какую-нибудь. Да не надо. Ну смотри. Допустим, женщина. Я ее ткнул. Все. Теперь пошли вопросы и ответы. Одни вопросы по женщине. Что я отвечал. 707. Второй том открытый мог. Дальше. Четвертый том. 1294. Какие вопросы заключаются? Это все вопросы. Вот это. Принято заступать за слабый пол, за женщин. Святые в житиях как вели себя, когда в их присутствии издевались над женщинами? Седьмой том. Вопрос 1823. Теперь я навел на него. Вот смотри. Курсор. А тут сразу превращается в ладонь. Теперь я нажал. А теперь пошел ответ. Ответ. Вот он мой. Ответ идет. Ответ как? Не всегда одинаково. Но были вот такие случаи. Дальше. Я привожу Бытие. Вторая книга. Бытие. 3427. Второе царство. 1322. 2829. Дальше. 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 Кавычки закрыто. Кавычки закрыто. Прямо копирую оттуда. А один сказал, говорит, что воду превратил в вино. Я знаю. Но чтобы, говорит, женщина у мужика, говорит, не слыхал такого. Они приняли за чудо. Они приняли как за чудо это. Понятно. Понятно? Вот я к чему это показываю. Наш вот этот сайт, вот он сейчас, я теперь опять возвращаю на место. Этот сайт требовал огромных усилий. И очень хорошо составленный. Тут Игорь Третьяков притрудился. Юля нашла одного там у нее сокурсника. Тоже с красным дипломом закончил. Кажется. Евгений Клейменов. И он приходил ко мне. И вот это, чтобы вот ткнуть, допустим, что это? Болезнь. Я ткнул. Все про болезнь, вопросы. Любой только ткнул. Теперь ответы даются. Вот это сделать, чтобы так работало, никто не мог сделать. Он сделал. Ну, тогда я Игорь поговорил. Игорь, ты, а он учится здесь с сестренкой, кажется, с братом. Ну, видно, бедно живут. Ты бы мог тут что-то им отстегивать. И пока я не уехал, чуть не с осени, Игорь все время им молоко, творог, все это бесплатно давали. Он еще один раз помогал. И тогда, когда мы познакомились с Сергеем парализованным, а Сергей мне сразу выдал, говорит, а можно сделать еще совершение. А что совершение-то тут? Вот, для Слова Божья нет ус. Новый Завет. Звук и видео. Ну, что тут можно-то? Я не знаю даже. Новый Завет, представь себе. И тут, к истинному православию. Вот я только ткнул его. Сразу пошли, вот, о милостыне. Вот, Т-34 страница. Теперь о милостыне ткнул. Теперь пошел материал. Вот черный курсивом, это из Библии взято. Ну, настолько хорошо сделано. Нет, говорит, можно лучше. Да не надо. Я сделаю. И он сделал. Другой сейчас. Его нельзя закрыть. Он копируется другими странами. И он сделал. Я бился, сколько ты заплатил? Парализованный. И узнал только от кого-то 300 тысяч. 300 тысяч. И я-то бесплатно делаю. А я говорю, а кто делал? Ну, тут такие программисты в Израиле и Белоруссии соединились. Понимаешь, как нет? Это не просто все. Это очень и очень непросто. Чтобы вот это поддерживать. Я тебе сейчас коротко даже немножко покажу, раз попутно уже зашел разговор. Смотри. Звук и видео. Вот. Что такое у меня здесь? Вот. Жития святых. Златоуст. Солженицын, Библия, ткнуть только, и все откроется. Ну, допустим, Жития святых. 12 книг. Вот. Я ткнул. Вот каждая вот эта циферка, это 2 часа 5 минут. Как они там записаны были. Вот каждая цифра, 2 часа 5 минут. Это 12 книг на каждый день. Отдельное житие такого века, 5-го, 10-го. Я выбрал из 12 книг первый век. Потом выбрал второй век. А книг-то не было. Это ездить по стране приходилось это. Какой труд тут проделан-то? Так это не все. Теперь каталог на Жития святых по векам и паилам. И нажал. Теперь открывается. В каждом веке вот сколько житий, как звать, какого числа и какой объем. 6 страниц, 9 страниц. Вот представь сколько. Это я все по векам. Как звать, такая пиану, эти люди. Вот я только кручу. Каждая строчка, это житие святых. Каждая. Так это я половину только прокрутил. Виталий Калиников что-то заходится. Понятно, какой труд проделанный здесь. И это надо было теперь делать другим. Я не просил ничего. Такой огромный страшный материал. Огромный просто, невообразимо, все понимают. Так это не только это. Вот допустим проповеди. Вот смотри. Проповеди я ткнул. Вот начинается. 1136 моих проповедей. И что они здесь? Список проповедей по алфавиту. 1136. Я нажал. Теперь пошли. Как называется? Бешенство духа. 10-й том. 536-я страница. Где искать? Название. 1136 строчек. Но это не все. Вот. Название проповедей, произнесенных в храмах за богослужением. Том и страница. Название в алфавитном порядке. 1136. Теперь я возвращаю. Но священнику... Нет, она... У него на каждый день указано. Матфея. Глава такая. Считать, что... А теперь список проповедей по местам писания. Это же самое. Матфея. Глава, стих. Какой том, какая страница. Священник только где? Ага. Матфея. Марка. Луки. Только писри-то. На каждый день, на сколько ему читать надо, он открывает. Теперь священники-то знают, заходят. 7-е. 7-2. Это ему читать надо. А то где это? 15-й том. 638-я страница. Если считать 7-я глава, 9-й стих. Это 7-я глава идет. Вот. На 8-й главе вот они, где все идут. И вот это все составить, заново перемолоть все 30 книг надо было. Это вообще даже... Я сегодня лежу назад, и как Виктор Генго говорит, как только не парализовало мою правую руку. Сколько написать? Это невозможно сказать. Поэтому, имея вот эти ресурсы, мы приобретаем опыт. Я сразу подумал, если я приеду туда, потеряю вку, если жив останусь, мы с тобой где-то уйдем. В дом там или где-то, и отдельно начнем беседовать. Что тебе непонятно в этом? Ну так не получилось, ты приехал, и я скажу, что не ожидал. Батюшка вчера меня раза три переспросил, а я могу где-то прослушать, а могу просмотреть? Батюшка ничего нету. А я ему не говорил. А вот не говорил, а уже сказали. Я не говорила ничего. И Серафима ко мне вчера пришла. Мы сидели с ней, разговаривали. Она пришла, помолилась, говорит, Люба, я тебя прошу об одном. Давай тихо, спокойно поговорим, потому что я ее видеть не могла за ее эти действия. А я говорю, хорошо, давай посидим спокойно. Я как раз курить зарубила, сидела, потрошила их. И немного так, может, мы 15-20 посидели, батюшка заходит. Он еще, а у меня один стул и табуретка, табуретка занята. Она потеснилась, я говорю, батюшка, ну садитесь, да придержите ее, а то упадет стул на двоих. Он присел там, ну пять минут посидел. И она сидит вот, ей как бы разговор этот начать. А я ей знаком, не надо. А батюшка понял все это. И он сразу, ой, у меня там баня топится. В бане давно не мылся и пошел. Он утром только приехал вчера. А она потом, надо было поговорить. Я говорю, баба Серафима, никому ничего говорить не буду. Никому ничего. Хватит мне этой грязи. Говорю, вот так вот. Она, а мне что делать? Я говорю, и ты молчи. Спросят, скажешь. А не спросят, молчи. Но она не выдержала. Она понеслась там. Это батюшка пусть уже рассказывает. Теперь я скажу по порядку, о чем ты говорила. Допустим, про Евтихия. Маленький мальчик. Где-то. Ее надо понять. Она знает, что здесь строго, тишина полная. Ребенок ходит. Ей не надо было. Реакция была ее по делу, но она высказала ее не так. Она ей начала там и мерзость, и хождение. Не ребенок мерзость, а нарушение тишины. Ее понятно было. А тишина-то не нарушена была. Она за каждый половичок рукой отпечаток на нем, говорит, оставила. Дальше. Она сказала, Ангелина, там вообще не още было плакать. Пожилой человек сказал. А тоже неправильно поступила. Почему не это не разрулить-то сразу сказать было? Ничего и нет. Ну, мы присмотрим лишний раз, чтобы не бегал. Пусть около матери стоит. Он отвлекает от молитвы. Она в этом права. Ты даже не смотришь, даже не видишь. Отвлекает. Я не против, чтобы ребенку принесли кроватку, и он спал у ней. Я не против, чтобы ребенок был в лотаре, но он стоял, не бегал. Сейчас не приучите благоговению. Получится то, как священнические дети во время литургии уже 12 лет бегают по храму в прятки играют. Во время моления. Поэтому бабу Серафиму нужно здесь только понять и сказать. Хоть кто-то смотрит за порядком. Вот. И вы все поступили. Ну, я рассказываю вам как. И вот какое, что-то не... Она говорила там баба где-то здесь. Ну, неправильно сказала. Господь судить будет намерение сердечное. Она не знала, как это сделать. Допустим, об этом даже сыне своем, Володе. Ей никто не говорит о Боге, она говорит. Я ему говорил. А теперь, а вам почему я не сказал? Я так не говорю. Что? Раз, да пошел, сказал. Нет. Я месяцами иногда молюсь и жду ответа. Сказать, не сказать. Первый вопрос. А почему я не пошел? Ответа не было. А по муфу самой я понял. Полезть я не пойду. Ничего нет. Я вообще его не слушал еще. Услышал только здесь, когда стали говорить где-то. И поэтому я ничего не сказал. То есть я мог прийти, и для меня вообще препятствий никаких нету сказать. Батюшка это или епископ, или патриарх. Но первый вопрос. Надо ли? Теперь вопрос второй стоит. Когда? В каком месте? Это все должно вырисовываться. Вот я приехал. Уж теперь могу, всегда не говорил, а тебе скажу. К Наде первый раз знакомиться с родителями ее. А это Тува. Кызыл. Ну, я там ночевал ночи, наверное, две, или сколько-то мы обратно выехали. Вот. Ну, а она что? Отца обратить надо. А он там столярничает, и где-то она его как захватила с этой деревяшкой в руках. Он так подошел и стоит около меня. А я на него посмотрел, поздоровался, я звать Василий Фадеевич. Спокойный мужик такой. Поздоровался, я дальше сижу и не разговариваю. Я гость. Понимаете, вот здесь по-баптистски я был сейчас за Воротеевкой, сразу Христос умер за наши грехи, покайся, веруй. Я не могу так. Он со мной, баптист, любой, вот такой вот шпингалет, и он мне начинает разговаривать. Он даже не спросил, знаю ли я, держал ли Евангелие, видал ли Библию. Он не знает этого. То есть, мертвые, это деревянные мозги. Я говорю, когда закончили, я говорю, а вам не интересно было бы знать, что знаю я это или нет? Как? А разве вы знаете это? Ну, вот видите, вот и все, значит, и первый вопрос уже срезался. И второе, нуждаюсь ли я в этом? Понимаете, у меня есть опыт, даже враги, вот Саша против меня выступает, муха, и батюшке говорит, я ему говорю, у него, а, он не со мной беседует, там, с одним священником, и говорит, знаете, огромный опыт жизненный, я же не сижу нигде. В углу-то спрятался бы, батюшка сидит, он интернет не знает и не лезет где-то. Здесь другая обстановка, совершенно другая. Вот. И я ничего не говорил. А она потом меня и спрашивает, ну, почему папе-то моему ничего не сказали? Уста были закрыты. А как вы узнали? Я ничего не знаю, понимаете? Я стою на молитве и жду ответа от Бога. У вас живой связи нет, вы не понимаете этого. Батюшка иногда упрекает. Ну, ты вот это говорил человеку. Ты думал, какие последствия будут, допустим, вот здесь? Нет, не думал. Мне это Бог не повелел думать. Я должен сделать, а ответственность Бог берет на себя. Почему? Я его западе выполняю. Мне не надо думать. Думать не надо. Он сказал, идите и говорите. Да-ка там не примут. Идите. У меня там люди есть. Павлу говорит. Иди. Я ему покажу, сколько ему должно пострадать. А на ней не идет. Епископ в Дамасске. Он сколько христиан погубил. Это мой избранный исастр. Вот иди. Иди к нему. Понимаете, человеческое и Божье редко сходится. Вот я рассказываю про один случай. У меня одна женщина из другого государства далекого. И вот так пишут. Вышла замуж тут за одного иностранца. Дети народились. Все неверующие тут живут. Страна католическая. И теперь вот под старость я решила вернуться на родину. Тем более там есть храмы. Я хожу в зарубежный храм. Русской православной церкви. Вот. И на вас там в Италии говорят, что вам Бог отвечает. В Италии обо мне? Я знать не знаю. Это. Ну и. Вот помолитесь, чтобы мне Бог дал знать. И ехать или не ехать. Это не рядом. Это не в Барнавул приехать. И она проходит неделю. Как я говорю? Ответа никакого нет. Месяц проходит другой. Она опять заходит в интернете же здесь. Ответ какой? Я говорю, ответа нет. Никакого. Я молюсь каждый день. Вас называю по имени. А как ответ будет? Понятия не имею. Может быть через голубей. Может быть через соседа. Бог знает. Я не прошу моего. Я не прошу здоровья. Вы поймите меня. Я прошу воли Божией. Смиряюсь заранее с тем, что Бог даст. Потому что я не знаю. Я выпросил ребенку здоровья. Там он вырос. Потом меня душить будет. Бандит вырастет. Я же не знаю. Вон как. И наконец она только зашла в моем мире. И я помолился. И ответ пришел. Я ей сразу тюкнула. Говорю, ответ пришел. Она только заходила в этот день. И какой? Я говорю, сейчас я дам. Я одно место писания ей показал. Вот это место у меня высветило. Я не пророк. У меня не было ни видения. Никаких. Ни одного видения. Я не слышал никогда. Ни голос. У меня ничего этого нет. Златоуз говорит, мне чудеса не нужны. Я верю в писание. Я говорю, вот это место писания. Теперь напечатай. Крепко так. И пойди к священнику. Духовнику своему. Который у тебя там есть. Есть? Конечно. И скажи. Отец Алиферий. Вот мне сказали. С вами это вместе прочитайте. И вместе помолитесь. И что он скажет, то и сделай. Ты поняла? Я на себя ничего не беру. Но ты просила. И я тебе сказал. Так это в Библии написано. Но Библия большая. Я один стих дал ей. И она потом звонит. Он сказал не ездить. А я-то настроилась. Я уже все подготовила. То есть больше не искушай Бога. Все успокоилось. Не искушай. Ты не у меня спрашивал ответ. А тебе-то я бы тебе сказал. Сказал бы переезжай. Написано. Каждый народ побежит к своему народу. Я бы сказал по-человечески. Делать там нечего. Чужая страна. Дети неверующие. А тут-то у тебя. Понимаешь? Я умом своим дал ответ. Но я ей не сказал. А ответа Божьей я жду. И ответ вот такой вот. Я что своего сделал не так? Когда она мне подскажет. Что я так не так сделал? Себе приписать не могу. Это сказал Господь. А Господь сказал всем. Но мне видится, что это есть сказал. Я не беру, что толкуй. А иди к духовнику. И теперь он для тебя главный ответчик. Не я буду. Я тебе ничего не сказал. Ты понял, а? Да, конечно. Вот так. Она тоже. Ребенка. У нас один ребенок, только внученок. И вот на операцию. И такая. Ребенок-то больной. Операция тяжелая. На сердце. Из Германии. То из Италии. А это из Германии. Ну и что? Ну вот. Тут говорят, что вам Бог отвечает. Помолите. В Германии отвечает. Понятия не имею. Но я помолюсь сейчас. Давай вместе молиться. Вот сейчас становимся. Я сказал. Вместе. И тогда заходи. Вот давай. Вообрази. Не спеши. Вот Бог мне ответил. Ты в это умерешь? Я верю в это. И Бог сказал. На операции он умрет. На второй минуте. Делать или не делать. Так а врачи сказали. Нет. Ну если я тебе так отвечу. Ты что скажешь? И потом Бог ответил мне. Представь. Что он ответил? По вашей молитве. Вы просили воли моей. Моя воля такая. Как вот письмо Рылеева. Она просила, просила. Потом увидела в петле висит. Моя воля да будет. Моя. Не моя. Я говорю. Отвечай. Молчок. Молиться или не молиться? Я еще не молился. Мы только молились вместе. Чтобы сродиться. Ну помолитесь. Вижу упало. Все. Внука любит. Я помолился. И все. Проходит какое-то время. Снова молится. Операция успешно прошла. Но температура высокая. Ничего не могут сделать. Помолитесь еще раз. Ну давай о температуре молиться. Я говорю. Но я просить не буду температуру убрать. Господи. А как тебе угодно. Ты меня поняла? Да поняла. Маленько. Радостная такая температура. Прямо мгновенно поползла вниз. Говорит. И врачи до того удивились. Говорит. И лекарства не действуют. Я не приписываю ни себе. Ничего. Наша молитва вообще ничего не значит. Значит. Отверстие неба на молитву. Бог. И он делает так. Я на себя ничего не беру. Мне не дано это. Ну вот он пишет. Ну. По-разному относятся. Но тысячи людей пришли. Вы как объясните? А почему через него? И вот там вначале на меня. Понимаете. Это яговистский жид на меня. Яговистский. Да еще и жид. А яговисты. Это секта какая-то. А жид это евреев называет. Ну ладно. И обращается. Новгород Нижний. Батюшка. Вот тут такой вот человек. Если. Ну вот так он все это. И все не так говорит. Там против монахов. Против мощей. Против всего. Там патриарх. Просто трогает. Ну они переворачивают. Я патриарха. Морись каждый день. Он говорит. Батюшка. Я его не знаю. Так. А ну и говорит. Он что и говорит. Так батюшка. Люди-то обращаются. Так. Как обращаются. Он говорит. И люди прям сразу обращаются к Богу. Ах. Вон как. Это очень странно. Ну а. Куда он их ведет? Да кто-то и оно ведет. Московскую патриархию. Всех до одного. Так а вам какой вопрос надо? Если мужик работает. И приносит в дом деньги. Где он живет? Ну все. Посадил. Больше ни разу не вышли. Ну глупый народ-то совсем. Ну по-разному бесит. А куда вы денете те люди которые приходят? Вот у нас в деревне. Барабаш где он пришел? Через мои занятия. Глушков где пришел? Ну тут по порядку были. А это уже от него. Ну любого возьми. Где Елена нашлась? Ну где ты услышала-то это? Куда их привел? Я ни одного не привел никуда. Ни католиками, ни старообрядцем. Я зову людей к Богу. Но говорю. Ну вот сегодня самое продуктивное, где можно работать и где поле, сорняком заросшее, это патриархия. Так а вы видите не так делают? Это мое поприще. Я обязан на вине написано, на вину, то есть целину распашите. Я делаю там, где никого нету. Никого нету. Все забросили участок такой. А кроме того я работаю с разными сектантами. И вы знаете сколько оттуда пришло, стали священниками. Почему? Моего там ничего нету. Я раз, два, три, сто раз повторяю. А сейчас пишут. А вот вы тогда говорили вот так, а сейчас именно так все идет. Так вы что, пророчески вам открыты? Я не знаю, я просто события слагаю вместе, смотрю и вижу, по-другому никогда не было. И молюсь. Вот я, самые простые вещи, я не могу ответить. Мне не дано это. Повторяю, я не пророк, не потому что там скромничаю, а я говорю как есть. Но Господь позволил мне трудиться над своей душой и над своим телом. Над своим телом. Я по пяти минут отрывал от сна, и у меня дошло до двух с половиной часов. Ты попробуй, когда еще получится. Понимаешь как? Я попробовал это дело дальше. Сколько у меня идет и на что. Практически я ничего не трачу. Рубашка там, она и 30 лет. Заплата на заплате. Вот. Носки все такие. А кто-то выдает, а у него, говорит, одеяло и трусы тоже с заплатами. Я говорю, тоже с заплатами кто-то отвечает. Почему? Потому что я накоплю и все время думаю, кому. Бог знает, кому дать. Вот у меня сейчас забота. Вот этот телефончик накидали опять. Каждый год я два раза снимаю с него. Отдаю, кто может, снимаю деньги, вижу, кто нуждается. И в среднем по 7 тысяч. Но сейчас это накопилось уже 11 900. И кто накидывает. А теперь они накинули десятину снимать. Если 11 буду сейчас снимать, мне только 10. А одну тысячу они отгребут. Чтобы отсюда снять. А у меня есть карта пластиковая. У меня есть сберкнижка. Кто это делает? Я сейчас в интернете говорю, не посылайте на телефон. Снять. Вернули мне телефон. Говорит, вы же не согласны, чтобы десятину отдать. Ну, мне тогда сказали, да не мои деньги, да какая разница. Я отдал, чтобы сняли. Куда? Ну, я не скрываю. Дроба там фонд создаем. Ребятишки остались без матери, и отец такой глухонемой. Все, что до копейки туда идет. Вот когда мне бывает из-за рубежа где-то, я кого-то беру и перечисляю за книги там или что-то. И идем в сберкарство. И когда деньги там отдают, которые на книжке-то, я не прикасаюсь, моего отпечатка нет. Я этому человеку говорю, он берет эти деньги, до свидания, поехали. Я к ним не прикасаюсь даже. Не прикасаюсь. И речь идет не о двух рублях. Понятно? И поэтому, а если он нападает, а я не виновен, я благодарю Богу, Господи. Ты дал мне не чувствовать тяги к деньгам, никакой. Хоть кубометр доллара прижи. И кроме этого дал радость от поношения. Вот это вершина всего. Вначале думал, еще же так. Я же для вас делал, вы меня же приведете и в грязь погружаете. Вот так вот, как ты показала. А теперь мне радостно. Я знаю, посты не православные. Православные, они не евангельские. И как раз дети приезжают, Петров пост. Я не могу им дать молостного. Поэтому там разная рыба, другое. Я их исполняю строго-строго, но они мне не нужны. Теперь я молюсь, Господи, дай мне любовь к этим постам. Понятно? И теперь, даже если их отменят, я буду их. Я жду, когда этот пост будет. Вот Бог переменил что-то внутри. И вот когда ты 7 раз в день становишься на молитву, даже разговаривать неохота, ты все время стоишь и ждешь. Господи, какое сладостное с тобой общение. Вот начинает. Кого бы не помянули где-то, там даже турецкого Эрдогена я за него молюсь, потому что самолет наш сбили. Вот сейчас там в Керчи, а мальчик расстрелял там где-то, они у меня вот здесь. Вот я несу, я переживаю с ними за родителей. Не за них. За них я не знаю. Родители переживают. Успокой их. Покажи, чтобы на тебя они надеялись. Через это ты их привлекаешь. Вот кто изобрел интернет, телефон, Тим Бернесли. Я каждый день, они не живые, молюсь за них. Господи, какое благо сделали. Ну, знают ли они тебя? Ежедневно. За всех. И за Дональда там, и за Петра Порошенко, за Рамзана Кадырова. Я за них молюсь каждый день, произнося их имена. Почему написано, молитесь не за царя, а за царей. Мне это дано понять. Я не навязываю никому. Но люди спрашивают, а почему? Как молиться? У меня нужда. Я ночью встал только. Ты у меня выплыл на первое место. Господи, умягчи ее сердце. Если нет духовного рождения, дай ей духовное рождение, чтобы это было в радость ей. Чтобы она приехала и сказала, верните этот ролик на место. Для меня это счастье. Что она меня хоть маленько коснется. Я посмотрю как. Я мыслим это. Переношусь туда. Почему? Люблю вас. Я вспоминаю все, как мы были вместе, как говорили. И вижу там, батюшка спрашивает. Я говорю, там Володя свалит, керосинят рядом. Я ей говорю, сейчас ничего не стоит к старобряцам переместиться. Одним махом. А тут такие это, а там хорошие. А они все. Почему? Володя все время кипит. Я ему говорю, Володя, ничего нет. Я пришел прощения просить. А вот ты тогда там поступал бы по-другому. Тысячи людей потерявки были. Ну, Володя, телега есть. Ну, залезь на нее посреди улицы. Ты митингуй. Ни разу на благовестии не было. Тут говорится, 600. Так я приехал, 600-то не просто. А в каждой жертвовал. Пожертвовали. По подсчетам показали. Ты знаешь, что пожертвовали? На 35 миллионов. А у меня ничего нету. Бог. Купили газель. Бог. За одну только поездку. Мы на бензин потратили 440 тысяч. А рассчитывался-то мой карман. А у меня ничего нету. А как? Вот это на вопрос тебе не отвечаешь. Я знаю, мой Бог очень богатый. Понимаешь, вот когда начинаешь дальше говорить. Вот батюшка говорит, ну ты знал, что они не послушают. Батюшка, скажи, Иоанн Креститель величайший из рожденных женами. Ну да. Он знал, что Ирод не примет. А он обличал ее, что ты отнял жену брата Филиппа. Когда он живой был. Когда у него дочь была. Он же не имел права к ней заходить. Он знал, знал. Зачем голову подставил? Батюшка, в вечности будет ад и будет рай. Но возможность пострадать за Христа несправедливо, чтобы в нем только в этой жизни. И как люди будут желать этого? Смотря на мучеников, на исповедников. Мне Бог дал великое благо. Я исповедник. То есть я был заключен. Меня крутили, вертели. Но я остался живой. Выше меня только мученики. И мне дается одно право, которого ни у кого нет из вас. Какое? Исповедникам дается. Сейчас будет гонение, и будут люди, которые отступили. Там жертву идолам принесли. Мне дается право ходатайствовать за них. Только и все. Господи. Я тогда выступаю в собрании и говорю, этот человек действительно принес жертву. Там его принуждали, жгли его. Он не выдержал. Рука прожженная, дыра осталась. И он не выдержал. Вы знаете, как это тяжело. И поэтому я воспользуюсь правом, которое дала мне церковь. Ходатайствую о нем. По нормам он должен быть на 15 лет. Я прошу сбавить. Я больше ничего не говорю. Сбавить. Мне мощное плотное. Мне дается это право. За невыдержавших путек ходатайствовать. И вы радуетесь этому. Но я еще ни разу не ходатайствовал. Таких нет. Но право это за мной. Я вот не только старост, но и попечитель. Это тоже редкое дается такое. Я должен знать нужду каждого человека, чтобы прийти на помощь. Каждого. И вот здесь, я вам говорил, в деревне, это вот дробно четверо детей. Я сказал там, Галя, фонд. Вот смотри, мы каждый день. Сейчас я покажу. Составлено это. Вот события дня. Каждый день. Какой эпиграмм взятый. Объявление. Тебе видно? Да. Которое можно дать другим, кто увидит. В нашей Барнольской крестово-звиженской общине в возрасте 42 лет умерла дробота Анастасия Валерьевна. Осталось четверть детей. И на Апо. Дата рождения. Иван. И просиние. Нестор. Муж глухонемой Андрей. Дальше. Номер один. Отпевание и проводы в последний земной путь. Анастасия Дробот. Сестры нашей. 25 июля. И дальше можно смотреть. Это большой ролик. Второе. Отпевание и проводы. Там батюшка и дальше. И дальше поминки. Три ролика. Чтобы не думали. Если у людей желание помощь оказывать. Сказали. Почему вы не... Дайте где-то, куда послать. Просят адрес. Вот ответ. Помощь можно направить на Сбербанк. Туда-то. Галина Александровна Загуляева. Это моя карта. Община доверила мне собирать и хранить эти средства. А расходуются средства на те или иные нужные детей. По благосостоянию батюшки отца Акима Лапкина. По совету Лапкина Игнатия Тихоновича. И нашего врача Якова Виктора Андреевича. И всему собранию доложим. Для других, кто будет спрашивать номер карты, вот. А сколько? Я сказал, не меньше, как семи изначные цифры. Их четверо. Ты поняла? Семи изначные, это значит не меньше миллиона должно быть собрано. И все. Все открываем. Кто пришлет туда. Деньги эти не видят. Они кладутся под контролем. Община ее избрала на это дело. Какое ко мне отношение имеют? Но у меня стоит задача, я скажу, такая задача. Выйти на первое место и здесь. Больше всех пожертвовать. Поэтому я хлопочу об этом. Денег я не вижу. Деньги получают. Я уже узнал. А вам так это надо. Я христианин. И Господь называется, я Бог, сирот и вдов. Так они не сироты. Но он сейчас-то не такой, как надо. Он на ногах не стоит. И ему ни копейки нет. У детей я приехал. Что нужно? Продукты мне снабдить. Картошку. Это они на моем попечении. Я все время справляюсь. Что им нужно? Варенье там, крупы. Сахар я вам не дам. Если дам, то только так где-то тайно, чтобы... Папа не... Вот это. А иначе он заквасит. Понятно. И поэтому... А на меня нападают. Там я что делаю? Каждый день там блудящие. Там с мужиками, со всеми. Это благодарение Бога. Это венец сплетают. Я только заблокировал, чтобы больше не заходили. Шесть с половиной тысяч человек уже. Тысяч! А тебе одна. И что получилось? Какой гвалт. Это бурное беснование. Я так называю. Бурное. И ты сейчас, когда придет время, да еще если ты болеть думаешь, ты скажешь, что же это я? Сдурела бабка. Ничего же не было. Спишь на постельке, сытая. Ничего не отняли. Какая реакция-то? Тебя не жарили, не варили, не давили. Ты нигде не была. Ни в тюрьме, ни в армии, ни в монастыре. И чуть только задели, из тебя такое полезло. Вот это через голову-то свое. Ты не ее сейчас вини, а себя. Сейчас же с Серафимой тебя Бог находит. Такая ты, может быть, и не нужна ему. Ты такая опытная. Ты сколько скотины держишь. Ты пример. Я перед этим только показал. Женщина-героиня. Фулролик стоит, когда ты шла. И дальше. Шарик даю в добрые руки. Ролики. Тебе это не видели? Не показали? Ну, что тебе показать-то? Ну, вот смотри. Ну, это они не сегодня. И ролики нельзя переставить с одного места на другое. Вот как они идут. Вот. Ты, если бы крупно-то смотрела, ты бы это увидела как. Вот. Утреннее рассуждение о пользе. Какую мы можем принести. Вот. Все такое. Это вот замки еще снимать надо. Это мне загружает в другом месте. Так. Собрание. Так. Теперь вот смотри. Сейчас где-то найдем мы это дело. Ну, хотя далековато уже ушло. А то у Василия. Там на крыше он, Володя, сидит. Печку чистили где. А так каждый день я ставлю проповеди. Тоже надо снимать будет. По одному в день. Тут я проповедь говорю. Проповедь о прощании. Мы уезжаем в город. Утро, восход. Тут уже приехали. Дальше Володя задел. После. Посмотри. Это уже далеко-далеко ушли туда. Собрание. Вот. Буря наломала. Тут все это показываю. Мы все снимаем. И один находит в одном себя, другой в другом. Прощание с голубями надолго. Вот. С голубями прощаюсь. Потеряевки. Тысячу тридцать. Дальше. Убрать на зиму от мороза виноград. Отъезд от Потеряевки в город. Точно назначенное время. Вот. Это уже отъезд. Сейчас мы где-то найдем тут. Тут проповедь, я говорю. Обеспечить. Сорок голубей на зиму кормом. Заносим корм. Даже это заснято. Кому молиться теперь? Это о Греции, Украине, России. Там такая, да. Что такое быть? Дальше. Вот они с друг с троим. Исаки стоит. А оси это. Голубя я даю. Что сделать? Голуби уходят с зимы. И сороках. Сколько перезимуют. Называется так. Дальше. Всего нужно. Вопросы. Где-то совсем рядом. Презисловие. Предисловие. Подожди. Сейчас нам неохота уже раз начало смотреть. Наблюдение тут такое. Мы возвратились из Потеряевки. Никита вышел. Возвращение в родную среду. Это его ролик отдал. У лагерного городчика. Так что уборка. Как прошел отпуск. Володя ездил. Тут утро. Коров. У вас там гонят. Еще такое не вижу где. Володя приступил к своим обязанностям. Уже 13 тысяч посмотрела. Владимир Пащенко в отпуске. 5 тысяч 700. Ну. Еще же тут далековато и нет. Промахнул где-то. Постойка. Так. Благовестие. Благовестие. У нас очень богатый материал. Владимир Пащенко в отпуске. Отношения. Протеерея Владимира Головина к Игнатию. Слышала, нет? Нет. А вот смотри. Вот к нему обращаются. И кто-то. Я неправильно понял. Мне показалось, что... Вот он. Смотри. Андрей Другов. Каково ваше личное мнение, отношение к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Вот так вот, да? Да. Например, сильное гонение сейчас, он всемирно известный батюшка. Вот. Ваше личное мнение. Во-первых, он православный христианин, я знаю. Это важно. И поэтому мой брат во Христе. А как к братьям нужно относиться? Если Иван говорит, к врагам даже с любовью, а к братьям-то с сугубой любовью. Поэтому вот это мое отношение. Слышал в видеозаписи его беседы, обращений. Меня все время поражает его глубина эрудиции и знания писания, святоотеческой литературы, святых. Он очень грамотный, православно грамотный человек. Но у него есть своя особенность, как указано. Он очень горячий. Очень горячий. Ну, русский. Наверное, да. Но в этом году ему, по-моему, 80. Он весь такой живой, деятельный. Хотелось пожелать ему побольше сил, здоровья и попросить его молиться о нас грешных. Мне лично очень хотелось бы съездить на Алтай, в Потеряевку, где Игнат Тихонович, ну, и вместе с своими братьями и сестрами в Христе восстановили заброшенную деревню их родную, где она теперь православная, там живут. Такая некая православная община. Хотелось бы это вживую увидеть, пообщаться. В этом году рядом с событиями, которые у меня произошли здоровыми, не только не получилось. Очень надеюсь, что это приехало. Очень бы хотелось увидеть не только Игната Тихоновича, с ним пообщаться, о этих людей, и о их общинное устроение. Думаю, что мне будет чему поучиться. Поэтому вот так отношусь как к учителю, как и моему учителю, как к человеку, который много что знает и много чего может научить. Но есть у него, я говорю, некие такие вещи, для кого-то может жестко звучать что-то. Ну, у нас у всех лично много что-то есть. В церкви главный принцип вот какой. В главном единство. В главном он догматически православный, канонически православный. Он причащается в православной церкви. Он сын русской православной церкви. Это главное. А второстепенно свобода. Разная форма быть. Но главное написано, во всем любовь. Я смотрела это. Смотрела, я только не с самого начала. Вон как-то его подошли. Спасибо, Господи. Спрашивают там, сидит женщина. И говорят, вас так знают. Весь мир буквально тут отсюда едут. Едут ему. Города Болгар, недалеко от Казани. Вот к вам отец Владимир Головин, фамилия его. Не подходит ли он такое тщеславие, гордость. Отовсюду люди едут, молятся. Его сейчас сильно патриархия трясет. Что отовсюду ехали. И там называется по соглашению молитва. Ну что-то такое. Я говорю, а согласию мы договоримся молиться в одно время. Что-то такого. А там как-то что-то деньги. Не знаю. Мы не встречались ни разу с ним. Он говорит, а чем я должен хмолиться. Вот смотрите, профессор Осипов. И сразу его показывает. Профессор Осипов. И вот он говорит такое. Вот Алфеев. Там метрополит Иларион. Это правая рука патриарха Кирилла. Говорит, патриарх Кирилл. Вот. Это, понимаете, какие люди-то. Или вот такой-то там называют. Там Андрей Ткачев, священник-то. Вот. Ну еще, скажу, один человек есть. И сразу выделил. Там причисляет все. А тут без должности. И вот горячий местописание. И скажет, и где стих. Да у меня же ничего этого нет. И чем я бы гордился-то. Вот надо так умно подвести. И это Бог делает так. Его слушать приятно. Видишь, он какой есть. А он еще сделал там отдельную комнату. У него там гробницу сделал. Где меня похоронили. То есть, ну, я не нашел ничего в нем. Православный батюшка. Авторитетный. И вот его сейчас заедает буквально. Три месяца не разрешает одежду надевать ему эту. Священническую. Не служить, никого не благословлять. То есть, ополчились, так называемый, миссионерский отдел. Они буквально заедают. Рвут его сейчас на части. Ну, мы молимся все. Я вас призывал не один раз там молиться о нем. Ну, а что сделаешь? Это награда. Знаешь, вот весы раньше были такие. Чашки висят две. В них гирьи ложат. Так вот, здесь хвалят. А здесь это все время выравнивается где-то. Тебя хвалят. А теперь тебе раз, и то, что не понравилось. И выровняло весы эти. Ты дальше не останавливаешься. Так крепко Богу вопе молитву. Да и каждого человека это проверить. Было ли рождение свыше. У рожденного свыше, как ты дальше говорил, этого не будет. Это нет. Это абсолютно неприемлемо. Тебя там сказали где-то в третьем лице, тем более ко мне, претензии. Когда я тебе вообще ничего не говорил. Это вообще надо вот такой вот уже быть, кажется. С катушек съехать, как говорят. Это никак. И второе. Рожденного свыше быть Вадимом Духом Святым. О чем Серафим Саровский всегда говорил. Стижание Духа Святого. Иначе без этого не спасемся. Так. Теперь я перехожу опять туда. Где-то здесь. Владимир, вот уже дальше кончились. У меня уже время идет, Игнать Тихонович. А? Ладно, потом я посмотрю. Ну, мне все просто интересно показать тебе тут. Два ролика о тебе стоят. Но, видимо, дальше уже не показывает. Она не может далеко туда везти. Один, когда ты на поле шла с грибами. С грибами. Я там начал. Какая героическая женщина живет у нас в Потеряевке. Ну, я немного там говорил с тобой. Вот эта инструкция. Вот так. Вы знаете, вот когда вы уехали, 10-го, да? Да. А 11-го к нам приезжали две семьи. Кто? Две семьи. Из Благовещенки. Муж с женой и брат этой женщины. Родной брат с дочкой. Да. Они приезжали и интересовались, что у нас за село. Какие у нас порядки? Какие у нас... Какой у нас устав? А действительно у вас все так строго? Действительно у вас вот не курят, не пьют? И все. Я говорю, да, конечно, действительно. У нас, говорю, вот даже не смотрят родственники. Вот у нас один жил, очень сильно пил. Он родной брат батюшки. Да. И все равно его выселили. Говорю, нет. И это... Я говорю, вот жалко. Ну, на день бы раньше. Они говорят, ну, ничего. Мы будем через интернет выходить, общаться. То есть они ищут место, где бы им поселиться. Я каждый день молюсь. Вы... Я тоже молюсь. Но дело в том, что вот, Игнат Тихонович, вот сейчас они после этого посещения нас посмотрят, вот ролик этот скажет, а что это получается? Да. Что... Значит, там точно так же? Или если они в деревне этого не делают, значит, они в гости уехали и там все продолжается. Может такое быть? Не может. Почему? Да потому. Когда я писал о Потеряевке, в книгах у меня написано о Потеряевке был этот, Женя Горбунов, вот где сейчас Алеша живет. Точно так же. Какое где-то. Это все. Почему? А вот тут скажи. Бог есть любовь? Конечно. Ты в это веришь? Верю. Да хоть если бы обойки писали только хорошие, но по-нашему подняли, но вот висят плоды. Вот вообразил, что это плод один. Сколько там на дереве? Ну дерево, не бывает два плода. Она сорвала, допустим, такого размера ела. А там убыло что ли? На дереве? На дереве. Ну если математически, да, было стоило, стало девяносто. Ну нет, убого тем более это. А убого, да. Ну какое наказание? Ну по сегодняшнему как? Ну выговор, даже 10 суток нельзя дать. Но уже умерло из-за этого. 100 миллиардов людей. Ни одного к смерти Бог приговорил за этот плод. 100 миллиардов. Ты вдумайся в это. У Бога другой счет. Совершенно другой. И вот когда я описывал, а Валя была конева, ты знаешь, Валентина Павловна. Игнатий, вы такое написали, у вас там такое, там вот так они урядятся. Да кто ж теперь потеряю, в купа едет. Я, Валя, слушай внимательно. Ты в Библии веришь, что написано? Ну да. И все писание было вдохновенно. Ну так написано, она писание знает. Она из баптистов. Теперь слушай внимательно. Праведный лот. Мучился, видя, что с садом делает. А теперь с дочерями идет, и обе от него защинают. Два народа. Ну можно было его одного. На него ссылается, во времена лота как было. Библия ссылается после, как на праведника. А уже вся эта история позади. Уже народы от него пошли. Они напоили его. Праведников спас Бог из садом. Они только трое спаслись. Зачем это писать? Объясни мне. Ты не крути плечами. Зачем? Но это не все. Самая популярная книга в Библии, вот считают ее буквально все, это Псалтырь. По живым, по покойникам, все. И кто написал? Давид. Жен 10 не хватило. Еще одну захватила. Мужа убил. Два смертных греха. Ну можно было это не писать? Ну, зачем нам это знать? Давид. Аллилуйя, Асана. Нет. Блудник и убийца. Так это не все. Мы знаем про отречение Петра. Да склятвою еще отрекался. Да мало того, противостал ему Павел, говорит, ты лицемер. Когда пришли, он стал устраняться при уйде. С физичниками не ел. По Сане Галатом пишет. Зачем вот этот момент написать? Ну, хороший Петр, два вала в одной упряжке златоузга. Этот-то зачем? А меня это как раз, меня это привлекло. Я только начал Библию считать и вижу, ничего не скрывается. Это Бог. Бог, имя ему, любовь. Этот Бог, любовь, погубил первый мир в потопе. Там маленькие дети, младенцы потонули. Это Бог, имя ему, любовь. Ну, ребенок водой захлебывается. Глянь, посмотри. Тысячи людей захлебываются в воде. Ребенок невиновен-то. Тихо, это не я навел потоп, это Бог. Ну, откройте ковщек. Бог закрыл, написано его. Давайте дальше посмотрим. А ты говоришь, а вот так, кто потеряевку. Нам не надо, чтобы потом люди видели. Мы такие же люди и так же согрешаем. Но мы ничего не скрываем, молимся и разрешаем эти конфликты во свете Библии. Все, я поняла. Ты поняла меня? Вопрос нет, да. Поэтому ты должна меня крепко попросить, чтобы ролик вернуть. Я еще теперь вопрос такой. Ладно, я верующий, вы верующие. Верующие смотрели люди. А вот кто неверующий, возьмите наша корчина рядом. То как? Все, нормально. Господь не сказал, а Библию будет считать верующие и неверующие. Все считают. И о Боге все это знают. И однако для верующего Бог ничего не скрывает. Дело в том, что вот эти вот неверующие, они же будут клевать теперь. Да нет, никого. Ты о себе сейчас заботишься. Да зачем мне? На меня я уже все. Хорошо. Я еще вчера махнула рукой. Хорошо. Кто обратился? А Серафиме вчера сказала, что я никому ничего не скажу. Так кто обратился? Я скажу вот об этой женщине, на которую Серафима сказала, что вот она меня себя предлагала. Деревня-то знает эту веру? Пускай. И как вот, ну как пускай? Никак, не надо. Что она сказала, с ней разбирается пускай. Ко мне отношения никакого не имеет. Значит, пусть Серафима... Вера там, у Веры своих дел хватает. Никто не знает, это кто-то смотрел один, и это раздувает. Да нет, никто не смотрел из этих-то, о кого мы заботимся. А Вера, что скажет? А Вера не смотрела и не знает даже. Это мы уже... Смотрела. ...в днилые подпорки. Долбит меня каждый день зонками. Слышу. Слышишь. И поняла. Скажи, за это время, когда не было этого ролика, из Скорчиной, кто обратился? Я один. Это только разговор. Они не обращаются. Не обращаются. Они про нас ля-ля-тра-ля-ля-та. Они другого не знают. Скажи, то, что мы узнали про Лота, про то, что делали апостолы, нас отодвинуло от Христа? Нет, мы еще более полюбили Библию. Это не грамма. Ни грамма нас не оттолкнула, что Бог потопил мир. Что Содом сжег с детьми вместе. Помните, когда была статья в Свет Октября, Мамонтовская, давно, когда, значит, на вас говорили, вот там они издеваются над детьми, то-се, пято-десять. В Мамонтовской газете? Да. Не было этого. Нет. Игнать Тихонович, что тогда было? Это было Московский комсомолец на Алтае. Нет. В Алтае кто бы там? Там всегда ритонский писал только нас. Свет Октября. А в это время у вас находилась в лагере дочь этой Веры, Даша. Не знаю. И когда, слушайте меня дальше, когда муж пришел с работы, он Веру за грудки, поехали в Потеряевку, там над детьми издеваются, поехали, заберем Дашку. Он даже слушать ее не стал. Сели на лошадь, поехали. Она дорогой его кое-как успокоила и попросила. Говорит, Гриша, давай мы там горячку пороть не будем, а спросим Дашу. Захочет она поехать? Заберем. Не захочет, на том и наш спор закончится. Они приехали в Потеряевку. А вы в это время с детьми собирали, вот за мной-то это поле, за мной поле. Да-да. Вы там собирали стеклышки, камушки, вот это, недавно же все это было. Ну да, тут деревня там осталась на земле. Да, да. И когда Вера с Гришей ехали на лошади, а Дашка-то увидела, как обрадовалась. Мама, папа подбегает. Мне там так, здесь так нравится. Ну пожалуйста, ну не забирайте меня еще. А твоя, это, сказать, это, Иван, она там была? Нет, это не было. А как они попали? Они через меня и попали. Вот, я уже жила в Потеряевке, ну и все, и Гриша развернулся и уехал ни с чем. Дальше. Вера ездит с вами, рассчитывается молочкой, за то, что Даша у вас в лагере находится. А в деревне-то языком-то чешут, вот и Люба туда уехала, там вон такие, там такие-сякие. А она говорит, знаешь, там женщина одна, она не сплетница. Ну, факты в газете, она, значит, это, пришла к ней, а Вера еще и портниха. Она пришла к ней на примерку и говорит, вот так и так. Она, Шур, выбери время, я вот повезу молочку туда, давай съездим вместе. Ты глазами своими посмотри, а потом делай выводы. Мало ли что пишут в газете. И она ее привезла к вам. И вы обошли и кельи, и пекарню, и игровую комнату, и столовую, и кухню. Все показали. И батуты, и где молитесь, и колоколы. Ну, все, что у вас там есть, вы все ей показали. А она работает дояркой. Ну, в то время, сейчас уж на пенсии тоже. И когда потом заходил разговор, что вот там статья, то она всем затыкала рот. Говорит, вы съездите и посмотрите, а потом говорите. То есть Вера дважды подняла наш статус, так ведь? А теперь она сидит в шоке, говорит, Люб, я не понял, при чем тут я, при чем тут вот... Ничего не надо, не надо. А тебе смотри, закончим на этой волне. Вот, тут приезжает главный идеолог коммунистов, Петренко Владимир Сергеевич. Приезжает, кажется, на двух машинах. И приезжает с ними санэпидемстанция и Лавриненко. Это с ГТРК. И все снимают. И потом ставят фильм. Фильм про Потеряевку. То же, что творится, и что творится. Это не меня он трогает, а то подрывает лагерь. Закрыть надо, и там корреспондент приехал. Но дальше дело-то пойдет уже по-другому. Тоже увидели. И отец приезжает один, сына забирает. Прямо вечером уже легли спать, он приехал за сыном. Ну, вслед в поезд за ночное время, а я к утру, говорит, там буду. Приехал. Ну, сын это взял, пошел и стал ему говорить. Как это вот такое? Он говорит, пап, откуда ты берешь-то это? А ребенок-то уже лет 10. Да нет ничего, как нет ничего? Да нет ничего этого. Он вернулся назад с ребенком. Оказывается, ничего нету. Ну, пропаганда работает. Ну, пожалуйста, возьмите ребенка. Я говорю, нет, назад уже порчено, я не беру. Зачем? У нас порядок определенный. Если ты уже на этом пошел, где-то найдете другой лагерь, пока все. В следующий год тогда можно будет говорить. Но и то не просто будет. Я очень к этому отношусь щепетильно. Почему? Потому что мы делаем все для Бога. Власти ни рубля не дали, а 45 лет в ней все это. И чтобы было интересно. Вот, подробот уже девятый год. Представь себе. Это же не четверо ребятишек, а сколько таких совершенно бесплатно. Которые зажиточные, кто-то платит. У нас получается 53% полностью бесплатно. И, которые у нас платят, вот, у нас цена в три раза меньше самой низкой, которая у правительства. Ну, от профсоюзов-то другое. У нас своя наработка. Не повредить никогда. И вот они на меня там, такой-то я, такой. И я подал в суд. И это не одна статья была. Одна статья была такая. Наконец-то Лапкина, этого псевдосвященника прихлопнули. Статья такая. Прихлопнули. Другое. Наконец-то взялась за это вот там, ну, такими словами. И все. Я приехал, узнал, а кто это писал? Ну, это лучший журналист Александр Самульцев. Я пошел тогда, этого нашел. И мы уже неправду сказали. Это называется требование сатисфакции. Удовлетворение, что деловая репутация, там, оскорбление. Они все собрали. И все. А у нас там одна работала на ГТРК. Она тогда решила эту пленку там взять, чтобы мы чистое списали себе-то. Он как узнал, сразу шею закрыли. Она говорит, да это мы же работники, мы имеем право брать. Не дали это-то. Но я вижу никак. Ему позвонил Виктор Андреевич и сказал, Сергей Николаевич, кажется, его звать, Лавриненко. Он летчиком работал. Боевой такой. И, ну, вы неправильно сказали-то. Да что вы мне звоните? Я без вас не знаю-то. Лапкин у меня такой, у меня там брат или сватка ГБ работает. Они уже такой сейчас материал готовятся. Он из дома не выйдет. Его все заплюют. Ну, я вижу, он не останавливается. Я подал в суд. И начался когда суд. Вот тут и поплыло все у них. Ничего нету. Детей не допускают. Там, до родителей, когда приезжают, набирают. Там они спят. И санэпидемстанция Мамонтовского района Смирнов. Кажется, Евгений Евграфович, что ли, такое отчество интересное. И вот теперь начали их. Да там нет еще, там курятники одни. Каких келей нет? Судья говорит, они зарегистрированы. Ты что говорить это? Судья женщина оказалась. И она их как на разные сна. И все, проиграли полностью. А платить я не согласился. Это что же такое? А теперь дальше. А статья была в одном месте. Нарисовали. Черт стоит с рогами, с наручниками. Ну и община Игнатия Лапкина написана. Тут они все. Который это написал в статье. Из Барнавала исчез. Нигде нет. Этого притащили. А он, а женщина, которая судья, молоденькая такая прямо. Ну, приятная женщина. И он ей. Да вот я такой был сильный, смелый. Сейчас вот это звонки. Меня тут угрозы. У меня сердечные приступы. У него приступы. Я потом сразу говорю, знаете, человек потерял ориентир. Перед ним судья такая женщина приятной наружности. И он, мужчина-то, не 80 лет ему. А дальше-то? Что вы говорили? Виктор Андреевич звонил, ему угрожал. Не угрожал. Это вы угрожали, что у вас на меня где-то. Ну, давайте, где КГБ-вские дела? Вы там и не были. А мое дело-то, КГБ рассматривало не один раз. У меня ничего нет. Я реабилитированный. С ольготами политзаключенного-то. Ну, и разнесли их, все. Значит, кого-то с работы уволили. Запрет. Подобная передача, там, в которой женщина одна выступала. Запрет. А это, в которой главная статья, нашли убитым. И мне в КГБ, в Кровой прокуратуре говорят, а так как же так-то? А так кто же так-то? Я говорю, я что, убивал, что ли, его? Я помню. Помнишь? Вот так. Вот это понятно, я говорю. А что, Манус, кстати, я не помню. А Дашу слово, это для меня слышно. Что-то знакомое. Она еще у вас там. Да. И поэтому, кто еще скажет, никогда не надо думать. Все, все, хорошо. И последний вопрос. Вот из всей этой истории вы потом вот с Игорем Баршом разговариваете. И говорите, что вот Люба так поступила, а у нее операция, а вот мы ей там сено помогали. То, все. Да, да. Зачем? Зачем вот эти? Причем тут сено? Я поясняю, что это перелез через ограду, у нас ничего не было, заочно. Такие мои друзья. Как, зачем? Ты уже сейчас ко мне под язык залазишь. Что это не годится? Я тебе плохо сказал, что наши дела такие, вдруг разрушены. Валя сидит там, Володя, который не расположен. Зачем это? Нет, ну сено, вы, я, ну вот типа, я так поняла, что вот мы даже вот сено ей помогали. Типа добрые дела не помню. Да, то есть мы такие друг другу с добрым расположением, и вдруг она мне угроза там юриста там закроет. Никто никогда не закроет, об этом даже речи никакой нет. Определенное что-то, допустим, там я делал такое, что у них, у сова это нигде нет. Игнать Тихонович, я баба одинокая, заступиться за меня некому. Если вот Вера поплакала с сыном, он готов был сюда приехать, за бороду вас потаскать. Кто? Вера сыну пожаловалась, поплакала, а он говорит, да я сейчас поеду за бороду, там я ему заставлю ролик. Тебя. Ну еще. Ну и что? А потом я говорю, да. Сему надоело на свободе ходить. Вот именно. Она потом мне перезамиклик, я что натворила-то? Он же действительно подурит, а ссорился туда. Еще, еще. Я говорю, успокойся. Скажи ему, батюшка, приедет и разберемся. Ну вот ждут батюшку. Вот так. Вот кто-то что-то где-то сказал. Открывайте ворота, мы перед воротами стоим, мы в нем никого нигде нет. И пишет, значит, фотографии, голову мою отрезают, и там представляют другую, и творим блуд. И Надежда Васильевна поступили. Я обратился в прокуратуру, а там обратилась в Казахстан, из Казахстана. И оттуда пришел ответ. Все разобрали, все убрали. То есть переступили границу. Я нигде ничего не переступил. А я вот это ваше вот, насчет сена, насчет моей болезни, я восприняла, что Игнатий Тихонович как бы, ну, ограждает себя что-ли заранее. Я даже не знаю, как объяснить. Я к тебе это говорю. Я думаю, ну, как это так, ну, при чем тут моя болезнь, при чем тут моя операция, что он за меня молится, ну, в конце концов, он сам проявил инициативу. Лёва, ты как-то не понимаешь-то, что все, о чем ты говоришь, это содействует смирению. Что ты никак не должна была так говорить, такую истерику закатила, я не могу тебя остановить по телефону-то. Я и говорю, что хорошие отношения, помогали друг другу, что я сказал-то. Теперь дальше. Человек, который готовится на операцию, он тем более смиренно себя ведет. Я к тому говорил, значит, здесь беснование началось, она переступила все грани, за сбор, за забором валит и идет. Зачем ей это надо? Я ей говорю и поясняю, я ничего не имею. Я ни отношения к вам не изменил, но я поясняю, что вы взбесились. Вы теперь валите все заборы, которые разделяют людей. Мы хорошие отношения портим. Зачем? Только о тебе. На тебе какое-то дело висит. Нет. На мне лагерь висит, деревня. Они все рубили. Я обязан был с ними разговаривать, тогда уже на другом уровне. Но здесь-то ничего нет. Ну, а я вот помогли и упрекают этим. Думаю, ну я же тоже не помогала, никогда не отказывала. Да не об этом речь-то идет. Понимаете, вот как у меня. И я вот в этом ворюсь, и ворюсь, и ворюсь, и ворюсь. У меня сна нету. Я говорю, в конце-то концов. И я собрала сегодня. Никита с Абми пришел, знаете. У тебя все от одного. Прости рождение свыше. У тебя бы другие мысли были. Да заметь, вот мы считаем, когда... Ну, я тебе сейчас покажу даже. Вот, сверну это. Дома можешь найти там ролик. Шарик передаю в добрые руки. Бабе Люби. И как я там с конурой там все это. Володя снимал как раз. А вот я сейчас программу библейскую открываю. Так, это его нащера фильм смотрели.